Всем доброго времени суток, с вами такой достаточно необычный дуэт, которого вы уже многие месяцы, если не годы, не видели, а именно Владислав Чижиков и я, Никита Петров. Сегодня мы попытаемся предоставить вам обзор третьего этапа нашего традиционного, также третьего Кубка Феникса по Блицу. Турнир, как обычно, собрал достаточно представительный и достаточно обширный состав, более 40 человек, ну и мы попытаемся показать вам самые интересные моменты. Некоторые из них вы попросили показать, собственно говоря, в комментариях к турнирной таблице, итоговой турнирной таблице данного турнира, но некоторые я подобрал сам. Ну и начнем, пожалуй, с партии первого тура. Здесь белыми играл молодой новороссийский шахматист Леонид Онищенко, а черными завсегдатый шахматного Феникса Александр Давидчик. И разыгранная у нас была сицилианка, такой вот Варан Паунса, который, видимо, плавно перешел Шевенинген, ну а после G6 я лично даже не могу идентифицировать вот это вот дебютное построение, но, судя по всему, он вряд ли удачно сдать черный, потому что ход на конь B5, и мы, видимо, ставили серьезные проблемы тут. Интересно, как вообще Александр прокомментировал бы свой дебютный выбор? Ну, Александр сам не комментирует, к сожалению, дебютный выбор, а просит заделать других, причем очень настойчиво. Но так или иначе конь B5 сыграла не было, хотя, вероятно, черным пришлось бы отвечать на F8. Последовало слон Е2, конь Е7, F3, 2-0, 2-0, феркс Б6. Ну и, наверное, белым не стоило допускать вот этого вот неприятного рентгена по драгонали А7, G1, потому что, действительно, единственный способ не потерять здесь материал, это конь А4, как и было сыграно в партии. Ну и вот здесь вот Александр ударил на Д4, видимо, именно из-за этого хода партия вообще попадает в обзор. Конь B6, конь Е3. Ну и, на самом деле, как мне кажется, достаточно типичный прием для многих вариантов сыгранки, и черные получают три фигуры за ферзя. То есть белые вынуждены были сюда пойти? Ну, белые, конечно, не были вынуждены, но... Я имею в виду после ферзь B6. Такое ощущение, что да. Какие могут быть альтернативы? А конь C2, видимо, ферзь B2, да? Да, и проблема в том, что, как обычно, висит на B2. Ну, может, лучше пешку на B2 отдать? А что там, конь C2, ферзь B2 и конь B5 какой-нибудь, нету такого. Ну, есть, но вряд ли, если бы он очень хорошо. Ну, мне это больше нравится, чем без ферзи, ну, чем та позиция за три фигуры. Хотя, конечно, мы... Да, не факт. В общем, белых здесь, по крайней мере, не безнадежно. С другой стороны, мне кажется, что и после, скажем так, выигрыша ферзя за три фигуры тоже у белых не настолько плохо. Понятное дело, что чёрные давят за счёт расходства по чёрным полям. С белыми играть тяжело. У них только одна лёгкая фигура осталась, белопольный слон. И что с ним делать, непонятно. А одним ферзиом и партию сложно выиграть. Ну, ведь у нас белые уже забыли его в попытках выигрыша. Ну, проблема, да. Проблема в том, что слон белопольный, а основные слабости по чёрным полям. Слон не может их защищать. В любом случае здесь стоило бы взять на D6. Что интересно, оба соферника как-то решили отложить эту возможность. То есть, последовало А3.5 и теперь голые взяли. Ну, я думаю, что следующие ходов это 70. Есть смысл пролистать в быстром темпе, потому что мы иначе не сможем рассмотреть более интересные, скажем так. Чёрные гранты всё делают. Да, ну, думаю, что чёрные играть достаточно легко. И, в принципе, серьёзно ошибиться здесь проблематично. Ну, да. В общем, чёрные наращивали давление. Здесь уже начинают собирать материал. Перерез и без того был большой, но здесь он просто становится огромным. А как чёрные не выиграли сразу? Зачем так много ходов? Ну, вот сейчас увидите. Давайте сохраним это. Главное, здесь на E4 был смысл пойти. Ну, для D7 тоже неплохо. В общем, опять же, наверняка достаточно большое количество неточностей было. Мы не будем заострять внимание. В общем, так или иначе, после серии глубокомысленных манёвров белые земнули ещё одно качество, и получилось, что у чёрных просто лишний слон. Казалось бы, перевес огромен, пешка С падает, и партия должна скоро завершиться. На самом деле, обратите внимание, что Александру оставалось всего лишь 10 секунд. И поэтому оставить здесь линейные манеры на ладья оказалось не так уж легко. Лидер на ладья F4, на ферзе F4 и задуман на ладья H5. Но Леонид не стал упрощать задачу Александру. Партия продолжилась после огромного количества ходов, которые... Как мне кажется, главная проблема учёности в том, что все эти ходы делались слишком медленно. Если удавалось бы набивать хотя бы по 8 десяток секунды на каждый ход, то с 10 секундами уже можно было как-то скоординировать фигуры и выиграть. А так, конечно, тяжело добавлено. В общем, так или иначе, в какой-то момент пешка уже и потерялась, и стало казаться, что у белых на самом деле большие шансы на ничью. Ну а чем всё закончилось, вы сейчас увидите. G5 вряд ли удачный ход. Понятное дело, что сориентироваться тяжело. G4 тоже вызывает некоторые недоумения. Но с другой стороны, обрединение вскрос с линией G, и в итоге Александр смог выиграть очень быстро. Сверхб4 грубая ошибка, после ладья G7. По белым полям надо фюзом прыгать. Да, чтобы не попасть под всякие неприятные логические уколы. Ну, я не совсем уверен, что Александр имел в виду именно столь продолжительное рассмотрение этой партии. Вероятно, он хотел показать вот эту вот жертву-размен ферзя на три логкие фигуры. Действительно, типичный приём, и в этой позиции очень сильно. А чёрные завладели перевесом, и так и не отдали его вплоть до самого окончания партии. Ну, и конечно же, стоит отметить, что в первом туре, как всегда, разница в классе соперников на большей части досок была достаточно велика. Но, тем не менее, у многих фаворитов были проблемы. Некоторые из них проиграли. Ну, а я хочу показать вот свою партию первого тура, в которой, как вы сейчас увидите, я столкнулся тоже с некоторыми трудностями. Я играл чёрным против Аннара Шерек-Белого, и здесь у нас был вот такой вот симметричный вариант защиты Грунцеля, который на самом деле... Это не надоём, кстати? Обычно я выиграю белым. А тут вот, после G3 и G6, я привык, что очень сложных матистов, если честно, играют 2-0, и здесь я бью на C4. С более весёлой позиции. Но, Аннар пробил на D5 сразу, и пришлось идти в эту же игру за чёрных. КНЖ-4, F4 и КНЕ-5, и вот здесь вот, конечно, да. На самом деле, чёрная-то игра достаточно солидная и достаточно сильная. И здесь вот, как мне кажется, единственный шанс на перевёз за белых связан с таким контр-интуитивным ходом Ладья-F2. А Е4 нету хода? Ну, проблема как раз в том, что Е4 не проходит из-за ДЕ, ну, логично было бы Д5, и здесь Ферк-Б6 и Ладья-Д8. А, Ладья-Д8 это очень тонкая профилактика против Ферк-Б6. Ну, в общем, я достаточно долго это анализировал, чёрные здесь тоже должны уравнивать, но ход достаточно хитрый. А Нарь его, видимо, не знал. Это не для блица такая. Не, ну, он, конечно, и забрести его вылет очень тяжело. Другое дело, что если его знать, то можно сделать. Ну, после слона Е3 и Ф6, как мне кажется, чёрных уже вполне комфортная позиция. В дальнейшем я даже получил некоторый перевёз здесь. Слон Ф2, пожалуй, чё ещё креативно всё-таки стоило взять на Ф6, примеряясь, ну, с равной или, может быть, чуть-чуть худшей позиции. После слона Ф2, ФЕДЕ, тут Д4, видимо, достаточно неплохо. Пришлось отдавать на Ф6 и Ф7. Белая пока личная пешка, но белые поля оставлены, конечно, катастрофически. Вот я Е1, и вот тут я вообще сыграл в несвойственной для себя манере, потому что в большинстве случаев, в таких болезнях, я просто возьму на Е5, ну, и буду доволен тем, что у чёрных есть заметный перевес. Но здесь вот решил комбинацию провести. Я думал, Ладья Ц3 комбинации с ФD5. Ладья Ц3 почему-то здесь не проходит. Ладья Ц3 и Ладья Д4. Ну, по крайней мере, это то, что мне не нравилось. Может быть, здесь что-то и есть, но... Наверное, нет. Поэтому решил другую комбинацию провести. На самом деле, судя по затратам, временным затратам, считал это заранее. Сейчас уже точно не помню, но казалось, что всё не так просто. То есть Ферк Т8, как же 1 ДЦ, действительно, вроде бы два слона за Ладью, и должно быть легко выиграть, но здесь Ферк Т7. Начинает грозить Ладья Д8. Ферк Т7 объективно ход не сильнейший, но вот здесь вот мне стоило напрячься. А, С2-3 пошел. С2 я пошел, и это неправильный ход, а был здесь лобовой выигрыш за черный. Ну, я Ладья Ц2 не думал, по-моему, ни секунды, а на самом деле ЦБ давала решающий перевес. Идея в том, что после Ладья Д8, Ладья Ц1... Похожая идея. Да, но Пешка Б2 намного мощнее. Да, мы не Пешку на Ладью меняем, а выигрываем, видимо, чистого, да, Ферк? Ну да, то есть и Ладья меняется, и Ферк проходит, и Ферк проходит просто так, и получается, что Ферк Т8 останется пором, ну, а всех остальных у черного намного больше. Ну, слегка такой нетипичный, как бы, нетипичный. То есть хочется обратить С2 и С1 Ферк сразу. Но тем не менее можно было найти. А в факте у черного, конечно, сохранился некоторый перевес, но здесь позиция не до конца ясна. Тем более после, вроде бы, более-менее, естественно, на КФ7 я получил мощный удар Е6, который, кстати, Анар заметил практически мгновенно. А теперь нельзя брать слоном на решение за то, что Ферк Т4 выигрывает Ладью на С1. То есть пришлось отступать на Ж8. В принципе, наверное, черный сохраняли какой-то маленький здесь перевес, но у белых есть серьезная контр-игра, связанная с проходной А. А какие... Хорошо, по Ферк Т4 нету. Да, Ферк Т4 нету, но она и так сыграла. Ферк Т4 закончил. Я не смотрю запись просто. Да, тем не менее, ну, я должен сказать, что до поры до времени мой соперник здесь играл очень интересно и достаточно сильно. И результат... В этой позиции очень сильно. Ну, в этой позиции уже поздно играть очень сильно, но, в принципе, в Митяшпиле, по крайней мере, я креативно. Мне эта партия до определенного момента нравилась. Проблемы создавались, и я мог не выиграть, в принципе. Но, к счастью, все сложилось неплохо. Неплохо. Но таблицу после первого тура вы сейчас можете видеть на своих экранах. Не самая интересная таблица. Да. Поэтому поступаем к рассмотрению того, что произошло во втором туре. Ну, и партию Татауров-Иванов я выбрал сам. Никто из ее... Вот так участников. Частик, как раз, ругается за твой выбор, да? Что-что? Ты партию Михайловского случайно не выбрал, а то он будет ругаться. Да, Вовы я стараюсь избегать, я не помню. По-моему, одна партия все-таки есть, по причине того, что вот в том туре, в которой партия Вовы была выбрана, к сожалению, других кандидатов не дошло. И все было очень плохо с точки зрения шахматной составляющей. Но в партии Андрея Татаурова с Михаилом Ивановым здесь у нас была на брендиско. Основной брендиско нам G3, но и здесь Михаил сыграл слон B7, хотя, конечно, возможно, слона B6 все-таки более принципиально. Так или иначе, в Блиц можно играть наверняка любой из этих вариантов, вполне с нормальными результатами. Вот черный попытались здесь организовать контур-игру по черным полям. Ну и, в принципе, им это удавалось. И вообще, я должен сказать, что эта партия была, в принципе, сыграна в достаточно неплохом уровне. Слон B4. То есть, вот, недостаток расположения слона E7 даже не в том, что слон пассивный, а в том, что, поскольку слон стоит на E7, то нет пешки на G6. Раз нет пешки на G6, то конь приходит на F5, начинает в некоторой стихине нависать над королевским флангом черных. И мы, как мы увидим, это доставило черным некоторые проблемы. E7, конь D4. Ну, понятное дело, что у черных позиций стеснена, и размены для них были бы более-менее выгодны. Но белые уклоняются. И вот что интересно, вроде бы, не согласитесь, все-таки белые в этой позиции давят, и, по идее, именно у них перевес, и именно они должны уклоняться от повторения. Но, в итоге, ладья B8 сыграл именно Михаил Иванов, и не стал повторять позицию во второй раз путем конь E7. Что вы думаете, это боевой настрой, или просто черные подумали, что белые не станут на конь E7 отвечать конь D4? Не угадаешь, на самом деле. Я думаю, он не задумывался на то, что там буквы повторения не будет. Но, вообще, он, наверное, все-таки объективно-то послабее сам по себе. То есть, тут не только же цвет играет роль и объективная оценка, но, наверное, уровень игроков... Может быть, конь E2 может пойти. Может, он конь E7 в следующем ходу может пойти. Ну, да, но, как бы, я не думаю, что всегда у нас шахматисты в наших турнирах руководствуются очень уж серьезно, с сравнительной силой, собственно говоря, своей соперников. Играют по позиции очень, очень многие из наших... Может, просто играть хотел. Да, может быть, боевой настрой был тогда. Потому что, судя по 12-секундным раздумьям, но все-таки черные рассматривали возможность повториться и, может быть, решили, что ничья им не нужна. Ну, как мы увидим, проплатились. То есть, G5 очень резкий ход, вряд ли очень сильный. То есть, слон просто отошел на E3, а коня с F5 теперь очень тяжело. Черные попытались сделать вид, что таким образом захватывают черные поля. Но все-таки ослабление пункта F5 в будущем может сказаться. Конь D5, ED. Тут уже конь хочет дойти на F5, но ладей E5. Пока коня не пускают, 4, ладей E7. А также, если конь превращается, ладей E5 снова. Поэтому слон E4. В принципе, я думаю, что у черных объективно здесь не такая плохая позиция. Все-таки два слова, слон на G7 хорош. Слон на B7, в крайнем случае, выйдет через C8. То есть, понятное дело, что определенные недостатки позиции здесь имеются, связанные с проставленными белыми полями. Но структура асимметрична. Я думаю, что в принципе... На ладей E4 что-то нет. А, да. Ну вот, собственно говоря, у меня в комментариях написано, что здесь был ход ладей E4. Но, видимо, белым пришлось бы брать на E4, на F5 просто... Видимо, брать на H6. И надеется, здесь просто на H6 Ферзь E2 на какую-то игру. Опытаться, если бы там ладьян 8 потом... Ну да, F5. Слон на B7 пока не играет. Ну да, очевидно, что у черных здесь не должно быть проблем, по меньшей мере. Кроль G7. Кроль G7. Ну да. Ну да. Это блин какой-то... Ферзь F7, если я еще пойду, то вообще... Да, в общем, действительно, здесь, в принципе, белая всю партию владели небольшим перевесом. После ладей E4 картинка могла бы повернуться на 180 градусов и небольшим перевесом завладели бы уже черную. Пострелывал ладей E8. Видимо, прошел мимо этой тактической идеи Михаил Ломанов. Ну и после этого Андрей уже не выпускал. То есть, пиздел, белый перевес. Слон B7, вот обратите внимание, довольно смел этот ход все-таки C5. Вроде бы, единственное, что разделяет белого короля на G2 и черного слона на B7, это пешка D5. И белые готовы добровольно ее славить. Тем не менее, объективно ход C5 достаточно сильный. И здесь вот Слон C8... Ну, на три раза защищена она D5. Ну, все равно, когда пешка защищена другая пешка, это выглядит надежнее. Но так иначе последовало Сон C8. Это, конечно, скорее всего, Андрея обрадовало. Потому что Слон B7 потенциально мог сюда ставить какие-то проблемы. Ну, а теперь, если его поменять, на поле F5 пойдет конь, но здесь уже убил их огромный перевес. И они без проблем довели партию до победы. Тем более, ладей E2 вряд ли удачная идея. Помимо седьмой горизонтально складывается еще и восьмая. Вот теперь ладья зашла на восьмую. Уже грозит ладья F8. Это вариант. Ну, и вот здесь вот, по-моему, на ладе D5 даже ладья F8 проходила сразу. Ну, и ферзь D8 оказалась достаточно сильным, чтобы вынудить практически немедленную сдачу. Точнее, сдача как раз вынуждена здесь не была, потому что белые успели поставить мат. Ну, в любом случае, достаточно неплохо игранная партия, в особенности со стороны белых. Придавили белые по белым полям. И, в принципе, достаточно уверенно довели партию до победы, если вот исключить вот этот момент, когда черные могли нанести удар на E4, выиграть две фигуры за ладью. Ну, и также для рассмотрения во втором туре я выбрал партию Рошада Мамедова, в общем-то, относительно новичка, относительного новичка нашей группы, который, тем не менее, уже успел внести достаточно серьезный вклад против Александра Васильева. И здесь, как мы увидим, произошла в некоторой степени девятная катастрофа. Снова вариант Паульсона. Он очень же вроде хорошо сыграл турнир. Да, точно напал в десятку, но и шел очень высоко. Но об этом чуть позже, а пока вот у нас партия Мамедов-Васильев с темой Паульсона, точнее, это же вариант Канов, чтобы Паульсона беда развития коня на C6. Ну, и здесь вот достаточно редкий ход с том D6. Насколько я помню, примерно 2-3 года назад я даже играл этот вариант за черных. Более того, я был готов применять его в классе. На самом деле, с тех пор, как говорится, много воды утекло, и сейчас я думаю, что после F4 все-таки у белого здесь перевес. И даже не только после F4 ход G3 тоже доставляет определенные неприятности, но F4 вполне возможно отрез, но он цепляет. Казалось бы, ход F4 должен быть белым полезен, однозначно полезен, но есть и свои недостатки. Диагональ А7-Ж1 проспобляется. Обратите внимание, уже рисунок позиции немного похож на то, что мы видели в первом туре у Александра Доритчика. Более того, здесь даже могла возникнуть, в некоторой степени могла возникнуть похожие идеи. Конь C6, слон Е2, защищая коня. Ну, здесь Е5, конечно, откровенно слабый ход, а значительно сильнее была ферзь B6. Знакомый прием. И после коня А4, слон D4, конь B6, слон Е3, король А1, слон B6, казалось бы, черная А5 получает прекрасную позицию. Но, вот тут есть два нюанса. Первый нюанс, то, что у белых нет пешки на C4. Пешка стоит на C2, и тут серьезно, серьезным образом играет им на руку, потому что она может встать на C3 и прикрыть ослабленное поле D4. Ну, и второй момент, что после хода слон F3, таким образом черный конь не пропускается на Е4, и, ну, чтобы здесь черные не избрали, например, ход 2-0, после Е5 им приходится отступать назад. И, как мне кажется, эта позиция поменьше мере не ясна, а вполне возможно, что даже в пользу белых. То есть, казалось бы, одни и те же идеи, вместо 2-0 Е5. Сами пойти четко не брей. Да, но тогда, тогда, тогда F-E, кунь Е5, ферзь Д6. Конь C4, думаю. Ну, там конец идет. Ну, может быть, не ферзь Д4, да? Ну, в любом случае, как-то это все выглядит подозрительно. Может быть, откровенно плохо для черных. В общем, на самом деле, после Балла Е5 не могу сказать, что черных тоже так плохо. Можно отойти на Е8. Три фигуры есть. Но, по сравнению с тем комфортом, который был у Александра Давидчика, это, конечно, совсем не то. Тем не менее... Ну, слон. Слон нам нам сильнее. Да. И... Ну, в общем, есть конкретная идея, связанная с тем, что белый Е5 выдвигает, а в той партии ее не было. Тем не менее, стоило предпочесть именно этот вариант, то есть сыграть все-таки Ферзь Б6 и пойти на эту позицию в нестандартном материальном соотношении, потому что после Е5-ФЕ конь ведет Е5, здесь Рошад нанес с одной стороны напрашивающийся, с другой стороны все равно очень сильно ударил Дебюты в 6. Разрушается точная структура у черных, король на Е8 страдает. Ну и, что важнее всего, с темпом белый конь приходит на Д5, Ферзь Д6, ну, напрашивается КНЕ в 5, а тогда после Е3 придется одного из коней уводить. Поэтому, здесь, Рошад делает еще один, скажем, такой забивной ход Сверзи Ф1, ну и оказывается, что позиция черных откровенно здесь безнадежно, следовало 2-0, король Х1, ну, уже грозит КНЕ в 5, страшная сила, то есть пришлось брать на Д4, но, понятное дело, что если такого сна отдавать, то никаких шансов, практически никаких шансов на спасение нет. Слон Д4, Ферзь Д6, но здесь вот, Александр не продемонстрировал особых оборонных ресурсов. Под все, под все куколки поставляемся, да? Ну ладно, здесь конь Д7, конечно, но решил Рошад сыграть на мат, и, в принципе, неплохая, неплохая идея оказалась, действительно, висит на Е5, но после Д6 Ферзь пришел на А6, из-за дуни неизвежного мата или огромных материальных потерь, и черные сдались. Хотя, пожалуй, в этой позиции уже даже огромные материальные, черным даже огромных материальных потерь добиться довольно тяжело, потому что матные пози, матные А7 все равно угрозу. Ну, согласитесь, достаточно убедительная победа. Хорошая партия. Также, если мне, да, если мне память не изменяет, попросил Дмитрий Синявский показать свою партию против Германа Перова. Если честно, меня эта просьба ввела в некоторое недоумение, но, тем не менее, партию покажу, конечно. Герман играл белыми, у нас была разорвана французская защита, вот этот вот разменный вариант с ходом С4, в принципе, скорее всего, достаточно безвредный, но требующий отчетно точной реакции, которая в этой партии продемонстрирована не была. И в 6, конец 3, конец 6, в принципе, так и говорить можно. ты же из песочницы Дима Синявский, нет? Нет, мне кажется, что нет. Ну, не буду говорить, наверняка. Я, я, ну, много лет. Ну, возможно. В общем, так или иначе, давайте не будем углубляться, потому что я, не знаю, наверняка, и не будем обижать человека. Слон Е6 оказался зевок фигуры. В принципе, довольно-таки очевидный. После Д5 черным откровенно тяжело. Знаю, может быть, стоило попробовать Конь А5 все-таки в этой позиции, но после Ферда 4 фигура все равно теряется. По крайней мере, белым пришлось бы найти один точный ход. Думаю, что Герман с этой задачей справился бы, но после Конь идет Д5, Конь идет Д5 у белых просто лишний слон. И, в принципе, можно было бы, конечно, в этот момент уже эту партию закрыть и перейти к следующей. Но вот как ни странно, все-таки был тут еще один интересный нюанс. Герман в принципе играл логично, и у черта всего лишь одна пешка за фигуру, но тем не менее, в какой-то момент появился здесь у Дмитрия шанс достаточно неожиданный, на мой взгляд. Ладья Е1 вот здесь значительно точнее было взять конем. То есть, слегка противоестественно, но тем не менее, по конкретным причинам намного сильнее. После этого Ладья Е1 логично. И вот здесь вот Дмитрий еще один, еще одну грубую ошибку допустил, сыграл конь Д4, и после этого интриги уже не было. Сразу, скажем так, покаясь, что я большую часть партии, по крайней мере, смотрел со включенным движком. И здесь вот я обратил внимание, что, несмотря на лишнюю фигуру, движок давал всего лишь оценку 7 десятых в пользу белых после хода конь Б4. И действительно удивительно, но конь на Б4 настолько сильная фигура, что белым не так легко сделать следующий ход. И конь А2 как-то грозит, и конь Д3, что, конечно, важнее. Но на слон Е3 может прилететь конь С2. То есть, если бы Дмитрий этот ход исполнил, то Германа пришлось бы здесь еще... А слон Д2 есть он. Слон Д2, конь Д3, видимо. Ну что, на Б2 съел, что ли? Ну, на Б2, или на слон Е2 или на ДФ1 как? Е2, конечно. Ну, взял на Б2. Уже 2 лешки за фигуру. Нет, не выглядит, что тут так плохо. Можно на Ладея Е7 даже. Не, ну, смысл, не, понятно, где все еще большой перерез. У черных может быть выиграно, но согласитесь, это уже не то, что было несколько ходов назад. Не, ну, конь Б4 сильный ход. Просто 0,7 удивило оценку. Все равно кажется, что больше. Ну, вот меня тоже удивило. В принципе, поэтому я вообще остановился на этом моменте. Ну, а после конь Д4 белый взяли на Д4, в принципе, брать сна было не обязательно, но это вполне техничное решение. Ну, и здесь уже Герман без особых проблем соперника добил. Думаю, что смотреть, как дело и ставить здесь мат несколькими ферзями мы не будем. Ну, и, наверное, есть смысл показать табличку после второго тура. И заодно проверить, игралась ли партия Германа в третьем туре или во втором. Действительно, партия Синявский Перов игралась уже в третьем туре. Сейчас мы приступим к рассмотрению других партий, сыгранных как раз таки в этом самом третьем туре. Привлекла, также, хотел сказать, мое внимание привлекла партия Руслана Гничко. На самом деле, действительно, партия интересная, но она была сыграна не в третьем, а уже в четвертом туре. Видимо, это означает что в третьем туре все было довольно плохо. Давай таблицу после третьего смотреть. Это правильно. Вот таблица после третьего, кстати, очень позитивно для нас выглядит, да? Да, я даже согласен, наделешь первое место. Первого-четвертого, правда. А, ну, да. Ну, что делать? Я говорю, вот как раз я играл с Рошадом в этом туре. То есть он очень хорошо шел. Да, ну, эта партия, насколько я помню, в обзор не попала, потому что никто, собственно говоря, не запросил. Зато попала в обзор партия Руслана Гничко с Германом Перовым. Подозреваю, что Герман не сильно горел желанием выставлять эту партию на всеобщее обозрение и хотел всего лишь показать ее красивую концовку, но мы к нему не будем с той благосклонной и покажем всю партию от первого года до последнего. И здесь у нас такая вот, даже не знаю, как это назвать, славянская защита, которая переходит сразу в каменную стенку. Причем, действительно, схема, мне кажется, весьма жизнеспособна эта черная, потому что, ну, во-первых, пешка Е3 ограничивает чернопольного слона, то есть он не выходит на Ф4, что очень важно. Но, во-вторых, здесь, как мне кажется, Руслан еще сыграл не самым жестким образом, то есть, все-таки наибольшие шансы на перевес здесь белые должны связывать с идеей развития крыльевского фланга, то есть, слон Е2, или слон Д3, 2-0, и потом Б3, слон А3, пытаясь поменять чернопольных слонов через другое поле. А после коня С3, во-первых, этой идеи нет, во-вторых, ну, как бы, известно, что конь на С3 в каменной стенке стоит не идеально. Ну, тем не менее, это уже... Еще А3, Ж4, мне кажется, интересно. Да, но, опять же, зависит от ситуации. То есть, вы имеете в виду, здесь сразу А3, Ж4? Ну, может быть, и сразу даже. Ну, сразу никогда. Коня, да, я коня тоже не хочу на С3 пока ставить, может быть, как-то... Да, на самом деле, да, Ж4 тоже, в принципе, типичный план, но такой более, более, более динамичный, чтобы. В принципе, белые могут рассчитывать на небольшой перевес и сыграет Б3, слон А3. Но, после конца 3... А там слон Т6, Ферзь Е7, да, где-то там? Да, ну, там белые в какой-то момент могут А4 пойти, и все равно, потом слон А3. То есть, на самом деле, эта теория довольно обширная, не могу сказать, что я с ней хорошо знаком. Да, но это считается основное, не то, что возражение, но как бы основная вообще идея за белых, где можно рассчитывать на что-то серьезное. Ну, кстати, многие, наверное, сильные шахматисты за этого им не дают. А мне кажется, все равно, если уж... Некоторые гроссмейстеры каменную стенку даже просто так играют, но в такой редакции, как говорит, сам Бог велел. Все-таки, у черных или равенство, мне кажется, или равенство, или почти равенство здесь должно быть. Особенно, после развития коня на ЦТС, слон Д3. Но здесь вот Герман меня удивил, то есть, ну, в принципе, оба хода чернопольной основной слон Д6 и слон Е7 возможно, но слон Д6 выглядит как-то более активно, что ли, более идейно. Но не исключено, что здесь есть какие-то тонкие нюансы, с которыми я не знаком. Герман привык почему-то ставить на Е7, я тоже не могу объяснить, почему, да? Ну, если даже тренер Герман не может... Нет, я реально рассказывал, что надо чаще на Д6 ставить, но он как-то ставит, и вроде у него, видимо, какие-то уже свои соображения за счет опыта какого-то. Не знаю, ему не нравится почему-то на Д6. Ну, вот с одной стороны вроде бы он лишает активнее, с другой стороны как бы с Лан Е7 играл Михаил Ботвинник. В принципе, если Ботвинник делает какой-то ход, он в качестве. Ну, там есть идеи другие, да, поэтому, как бы, не сказать, что это прям какой-то ход хуже. Просто он не такой популярный, не такой менее логичный. Ну, в любом случае ход разливающий, ход неплохой. Вблиз, я уверен, можно значительно более слабые ходы делать, если он успешно выиграл. Вблиз, я думаю, тоже можно спокойно сделать. Ну, поцелевая феркция 2, 2 0, слон d2, ну, без особых претензий, если он стан разливается. Ну, здесь вот, слегка, опять же, в принципе, ход... g4. Ну, если выиграть h3 g4, то слон d2 явно неуместно. То есть, уже это надо сразу h3 g4 действует. В принципе, я думаю, что черный вполне готовы встретить эту агрессию, то есть, на h3 кунь e4. Ну, да, вот очень сильный. Кстати, на слон d2 тоже кунь e4 выглядит более логично, чем то, что сделал Герман, потому что, ну, важно, чтобы после кунь e4 на cd черные могут ответить еды и не висеть на их 5. Потому что, после кунь e4, кунь d7, как раз, Руслан сыграл cd, подметил такую вот особенную позицию, что, в принципе, это логично, ну, привычная, скажем так, для камня 7. Конечно, со структурной точки зрения. Да, вроде бы лучше играть еды, но теперь после еды теряется пешка. Поэтому, все-таки, я сам себе противоречу и скажу, что лучше было играть cd, пешку не отдавать. И, ну, обычно, такой вот размен, конечно, улучшает, скажем так, шансы белых, но здесь у них не идеальное расположение фигур. Скажем, на немедлые наскобку, nb5, есть просто ответ кунь e8. Ну, так, герман не любит играть. Ну, да, ну, с другой стороны, отдавать пешку, тоже, не очень хочется. Объективно, да, все. Так он любит играть, отдавать. Я понимаю, но объективность, не было. Да, я полностью согласен, конечно. Тем более, здесь, нет, объективно, необходимо было кунь e4, ходить, это, сто процентов. Скажу так, сильнее было кунь e4. В принципе, эта позиция, наверное, относительно жизнеспособна, но действительно не в стиле герман. В общем, так или иначе, герман предпочел пожертвовать пешку за какое-то преобладание по белым полям. Все-таки, скорее всего, для достаточной компенсации этого не хватает. После b3, пан d2, ферзь d2, у белых получше. Попытался здесь герман набросить ферзя в район королевского фланга, но после конь e5, опять же, объективно, это все недостаточно для полноправной игры. Вот, возможно, белым, кстати, не стоило допускать вот эту вот идею слом b4, потому что в некоторых вариантах черным выгодно поменять коня и установить своего на e4. В какой-то степени это уравновесить сильного белого коня на e5. Может быть, стоило пробовать a3. с другой стороны a3 это все-таки слабость. Теперь белый ладьи са1 тяжело открыться в этой пешке. Если пойти b4, черный позорвут a5. В общем, у каждого здесь подхода были свои недостатки, но в принципе в следующую часть партии... И добрати внимание, насколько быстро они все это делали. Да, то есть, в принципе, 20 ходов сделано, у меня обычно в этот момент примерно 30 секунд на часах. Но здесь... Максимум минуты, да? Да, почти 3. То есть, люди считают, что тратить не на что было время. Ну, не знаю, все-таки, мне кажется, черную можно было более комфортно получить, потратив на 30 секунд больше. Но здесь, кстати, обратите внимание, вроде бы позиция носит такой стратегический медлительный маневренный характер, но слан сразу идет вперед. И, в принципе, ход, наверное, обоснован. G5 достаточно сильная гроза. Солнце 3 ее запускает, G5 фрага 4. Ну и вот здесь вот, в самом деле, вместо ладиоцит 3 значительно сильнее было GF. И у черных, вообще говоря, серьезные проблемы. А на GF G2 что ли? на GF, в принципе, можно, так думаю, простола побить. Взяли, взяли. Защищенная проходная и уже... Шах только на GF. Ну да, шах, подрут, ушли. Как-то G5 огромный здесь выбор ходов, но можно владеться 1 и владеться 2. Прикрыть все эти поля, защищенная проходная должна сказаться. Ну, у белых серьезный перевес, может быть, еще не выигран. Последовало Gc3, в принципе, у белых сохранили перевес, но, с другой стороны, черный конь получил достаточно сладкую клетку G4. Верно, снова появилась надежда на благополучный исход партии. Ну и вот, Слан, видимо, почувствовал, что в некоторой степени здесь позиции уходят под его контролем, хотя, в принципе, объективно особых предпосылок таким заключением не было. Но, тем не менее, ферзи 4 была сыграна, белые поменяли ферзей. Оба коня сильные, но у белых на одну пешку больше, и эта пешка довольно важна, потому что это пешка F, и она идет вперед, то есть F5, F6, F7. Герман, разумеется, понимает, что специфически у него безнадежно и начинает контр-игру на ферзи 4 Хороший вопрос, на который у меня нет ясного ответа, если честно. Видимо, чертно здесь что-то дали тяжелые времена. надо брать и король F8, Ну, как-то, не знаю, ладья G7, а не, там, ладья F6. Да, ладья F6. Хотя, ладья F6 там же взяли король G7, да? Ну, совсем очевидно. может быть AFC. AFC? 7. Нету ходу. 7 ход, наверное, есть. Возникает вопрос. Видимо, конь F6. конь F6, пока можно конь F6 попробовать. Конь D7, да? Конь D7, король F7. Ад F4. Ну да, видимо, у черных просто откроем плохая позиция здесь. конь D7. Подожди, а почему конь D7 нельзя? Ну я и говорю, вот конь D7 стоит, король F7 в ладья F4. Что конь D7? Конь D7. А, ну шах, в ладья F8. А, все, все, что-то, я думаю, как-то Фереза пытаться. Не, ну да, скорее всего, белые просто выигрывали. Но, Руслан предпочел здесь стратегию надежности. Ну, он с такой скоростью шпалит, ты тут на два кода даже не успеешь посчитать. Ну да, ну до поры до времени в принципе так играть было можно, но вот, как мы видим, через несколько годов здесь была запущена серьезная ошибка. F6, GF, GF. Опять та же самая идея. И в принципе она тоже работает. У черных нет никакого достойного ответа. F7 неотразимая гроза. Поэтому Герман подумал, подумал 10 секунд и решил взять на F6. Ну и в принципе кажется, что белые демонстрируют, как это и опровергают. Играет на D7, король F7. Ну и здесь ход от F2 видимо завершал борьбу. По крайней мере для классической партии уж точно. То есть висит на F6 и единственный способ защитить коня ладится 6. Ну и после конь Е5 белые выигрывают качество. Позиция техническая. Но неожиданно Руслан на король F7 ответил конь Е5. Но оказалось, что черные конечно не уходят обратно, играет король Е6 и позиция уравнялась. У белых ничего не осталось от их былого могущества. А что он не имел ввиду? Что-то я так-то даже не могу это. Ну видимо F6 было нанесено просто по виду действительно но ход выглядит очень сильно а ну такое ощущение что ладья F2 просто не смотрелось. Хотя 7 секунд не так уж много трачено с двух минут потратил ну да в общем так и иначе конь Е5 была сыграна и здесь у черных уже нормальная позиция. Подозреваю, что Герман просто ладья F2 уже боролся за победу и в принципе определенное основание для этого есть. Вторая ладья заезжает на F2 конь Е3 среди и конь G5 то есть пока ладья F2 играть нельзя. Но конь Е4 совершенно логичное движение из каких матов теперь нет а конь Е4 поддерживает атаку черных. Белые вернули коня на Е5 и Герман завел ладью на F2 но в принципе полиция уже выглядит крайне подозрительно теперь уже для белых. Чуть есть нельзя на Ашти. Хороший вопрос. Я люблю хорошие вопросы ставить. Ну тут вот есть опять же просто для того чтобы повеселить зрителей наверное что-то зевая есть вот такой трюк. и не так легко его проверну. Хороший шутер. Ну может быть ладья F6 и конь G4 ну можно просто конь Ладью задождать не ладья F3 может быть трюки подпадать да ладья F3 видимо трюк не прошел все-таки ну да уже ладья D2 придется подожди а нет конь Е2 когда же 2 конь D4 было бы симпатично но там ладья D3 видимо ну вообще-то у черного хорошие шансы спастись в этой позиции да объективно старинниче ну в общем вопрос остается открытым что же здесь задуман ладья F7 было ну в принципе нет это типа линии G куда-нибудь ладью пошла пока не в 2 грузится вполне возможно 8 правда тут мат не получит ладья H6 ладья F7 ладья E6 ладья D7 не не получим я думаю что как-то белый ладья убежали уж теперь защищать короля некому владежи 6 владежи 6 ну тоже в принципе вполне резонно пока там белых ничего ничего не потеряно в материальном плане по крайней мере 8 да можно продолжить конь G4 не ну ладно мы сейчас будем анализировать вообще ну да в общем позиция достаточно сложная но здесь шахматисты продолжили играть очень быстро и достаточно слабо опять конь F4 и король D6 так я ничего не пропустил конь G5 ладья F2 конь D3 ну конь D3 тоже наверное нормальный ход почему бы и нет А5 конь F4 и король D6 ладья H7 все это дело взяли на H7 конь G5 ну и вот здесь вот последовал зевок но в принципе для блица такой зевок можно оправдать достаточно красивая идея но Герман Герман вот ее не зевнул и исполнил за доской но объективно значительно сильнее чем избранная в партии ладья B7 здесь был ладья H6 в шахмате ну и после король D7 можно наплевать на все вот эти ужасы которые происходят по второй горизонтали и просто пойти по D5 ну и не исключено что у Белла на самом деле лучше все-таки с лишней пешкой позиция сложная но у Белла вполне может быть лучше но в партии последовал ладья B7 и здесь вот для вас задачка довольно-таки для для зрителей не подойдет но для некоторых зрителей почему бы и нет вот можете поставить здесь видео на паузу и найти из-за черных решающее продолжение атаки Герман с этой задачей справился и сыграл конь H3 ход погадил 6 секунд но и разумеется ход вынудил немедленную сдачу со стороны соперника потому что на король H1 ладья H2 мат но на конь H3 вот такая вот конструкция в принципе вполне стандартная но при этом достаточно изящная кстати обратите внимание что если бы здесь был бы ход белых то можно было бы заменять в общем можно было как-то заменять королей но к сожалению да нет кстати после ладья H6 король на H1 да но черный успевает взять короля все-таки и белый ну давайте не будем расстанавливаться сходить с ума да в общем это насколько я помню было последний фрагмент из четвертого тура так что мы можем поставить табличку и после четвертого тура табличка это еще лучше табличка табличка но это все лучше и лучше с каждым каждым туром да и кстати обратите внимание что в пятом в пятом туре ваши команды играли друг с другом но это партия мы обозревать не будем потому что в принципе она не делает особо чести ни Владислава ни мне то покажем другие фрагменты в принципе в пятом туре было достаточно много всего интересного если я не ошибаюсь в частности меня попросили дать небольшой дебютный экскурс вот как раз Сергей Рудаков попросил меня сказать кое-что по этому варианту каталонского начала по закрытому варианту а именно как здесь белым рассчитывать на перерез ну в принципе основным вариантом я понял Сергей попросил да Сергей дал черными но сказал что он играет этот же самый вариант белыми и вопрос был как здесь белым бороться за перерез а b3 надо ходить ну вот на самом деле основной вариант кое-н-д2 с идеей в конферксе 2 и е4 как можно быстрее провести и очень долго время считалось что это дает белым шансы на перерез если вполне возможно не только шансы а собственно говоря полноценные дебютные преимущества е4 ну и раньше играли слон b7 слон a6 ну иногда играли d e в любом случае белых здесь неплохая позиция с небольшим давлением но в если не шанс в 2014 году здесь Иван Чапаринов сыграл dc и кстати вот здесь вот белые столкнулись с некоторыми проблемами в достижении перевеса не знаю какое здесь на данный момент точное скажем так состояние теории но в любом случае c4 c5 что-то ну на конь c4 слона 6 это не ошибается с c4 c4 c5 да то есть понятно дело что он на ж2 ладья на 8 как-то подозрительно но пока все-таки пешка и фигура изделяет эти две фигуры черный успеет войти слон b7 а у белых все-таки немножко гармонии не хватает то есть конь на d2 закрывает са на c1 херст на c4 как-то может под бои попасть в общем в черных есть определенные шансы на уравнение и также шансы на уравнение есть после конь c4 слона 6 ну не буду здесь сильно застрять внимание в принципе ход b3 то нормальный но в некоторой степени шансы белых на получение 19 ас здесь уменьшаются конь c3 b6 слона f4 тоже в принципе не совсем логичное действие потому что ну если уже пешка стоит на b3 казалось бы логично развить слона на b2 последовало слон b7 ну и вот зачастую зачастую в этих позициях какие-то притязания от белых связаны с тем чтобы сыграть a4 попытаться пригрозить a5 если черные войдут a5 то взять на d5 скорее всего в этой позиции это ничего не дает но по крайней мере в некоторых вариантах закрытого каталона подобная идея есть то есть тебе после еда получается структура на вандики в которой белые будут пытаться оказывать давление на эти пешки например на час хода конь e5 правда я сильно сомневаюсь что у белых здесь есть объективный перевес но по крайней мере идея такая существует а на cdcd белые выиграли пешка b3 не украшение ну пешка б3 не украшение но вот как-то конь e5 заходит я знаю что черный конь d7 для структуры разменной славянки как я ее называю в принципе структуры это много чего возникает конь d7 стоит хуже на c6 значительно и вот конь e5 может подчеркнуть это обстоятельство то есть если я эту позицию получил бы черный скорее всего сыграл бы енэ ну и я вообще хотел конем предложить или даже конем черный бьет конем у белых снова конь d5 есть а тогда я бью пешкой нету да нет конь d5 но все равно чуть-чуть лучше у белых чуть-чуть можно пережить не можно в принципе особый проблем нет нигде можно cd побить и dd побить это не равенство или почти равенство к тому же ну во многих вариантах на венди черные идут на эти позиции когда у белых пешка на а2 а с пешкой на а4 в принципе должно быть еще лучше за черных ну так или иначе здесь Михаил Иванов сранкун d2 с идеей провести e4 но на самом деле ход-то идейный но вряд ли сильнейший у черных здесь была возможность подчеркнуть некоторое некоторое дизгармонию по децибилов ходим конь h5 хотят поменять слона слона жалко если слон уходит на e3 здесь есть опять же несколько идей в принципе с позиционной точки зрения самым оправданным является конечно ход конь f6 но теперь ход конь d2 стоит откровенно глупо слон на e3 тоже стоит глупо потому что e4 не проведешь то есть в принципе на насильнейший ход слон f4 и может получиться законоберная ничья для более борющих матистов за черных здесь есть идея f5 за белых нету идею аштрин пойти просто вместо слоны в 4 смотри конь h5 слон d3 конь f6 да но очень медленно вот здесь вот уже я понимаю что вот так уже 4 слоны в 4 или f4 слона 2 и 4 хотя бы как-то не хочу ничего ну да если белый очень не хотят ничего то могут не допускать ну вот ясно он d6 пошел как-то же 4 теперь при таком состоянии сомнительного в общем на его все таки лучше ничего сделать f4 да f4 с одной стороны единый с другой стороны конь на d2 меня смущает sc5 сейчас ударить да вот это мне не нравится я думаю объективно черном здесь нет проблем наверное надо сделать что-то вадик куне f3 и пытаться чуть худшую позицию ну просто играть дальше там уже посмотрим что будет ну в общем черном стоило воспользоваться этой возможности сыграть конь h5 ход был сильный а после h6 белые провели e4 случилась стандартная ситуация до каталона до каталона ну белок привет пространство и слон уже 2 сильнее чем слон b7 и с последового ход слон e5 ход неплохой но наверное идей не было конь c3 да это типовой кстати ход для каталона не меняем чтобы сохранить коней потом видимо как-то ладить u на e1 на вторую на d1 да давление всегда есть да даже не только в каталоне в принципе есть такое чутно незакон шахмат что сторона которая владеет пространственным перевесом она должна избегать размена фигуры конь c3 ход вообще там часто конь f6 и конь c3 прям в нескольких линиях ну потому что коня не хотят менять если поменять коня черный будет легче ну правда я думаю что в принципе у черного вполне игровая позиция это d7 ход пытаются c5 провести после слон e5 конь e4 опять же кажется что у белых есть маленький перевес но наверное это по большей части все таки иллюзия если черный каким-то образом подготовить c5 то позиция совсем выхолостит где e1 и db8 они пытаются это сделать но здесь конечно со стороны белых последовал очень странный ход сон c2 идея непонятная черный позволяет пойти c5 с темпом ну а вдвоение джд3 ну да но все таки диагональ а8 h1 выглядит значительно более жирно скажем так более важный да но и самое главное что типовая идея которую практически любой каталонец должен здесь исполнять в принципе шпатист который играет каталонское начало его стезюй должно быть выжимание воды из камня и реализация небольших перевесов превращение этих перевесов в большие ну и конечно такая позиция в принципе любого каталонца должна устраивать и он должен делать вот себя моментально на любом контроле ну и дело есть некоторых перевес в черном чтобы добиться равенства еще придется попотеть думать зачем ладья b8 нельзя ладья d8 пойти ну хотел человек c5 пойти а ладья d8 как-то c5 тоже не проведешь ну почему ладья d7 я две сразу функции выполняю линию захватываю а то как на d8 алиэкстрон я согласен ладья d8 поставила более сильный ход цена c5 наверное ну так хотя бы ладья d4 там вдвоится смогу ну в общем у белых небольшой перевес ну наверное он скажем он еще меньше чем в партии после ц5 получал действительно ладья на d8 стоит лучше ну последовала функция c5 здесь позиция заменилась окончательно то есть более того дело потому что играть на d4 менять все фигуры ну и черный ладья первая прошла на d8 а это означает что обороняться пойдет по белому как мы увидим они с этой задачей не совсем справились потому что ладья d4 как хотел сказать неправильный ход но здесь не так уж легко то есть видимо ладья и ты надо играть да конечно ну можно наверное король еще или нельзя подожди там ладья d4 да ну и проблема что-нибудь на e4 обязательно ну правда при ладье на e5 я думаю ничего я сделаю ну в общем все равно все-таки во всех этих позициях белая пытается ничью сделать а не черный тут-то ничья есть там пешка а или б теряется да в принципе я согласен наверное практически любой разумный ход который защищается е3 проще ничего считать ну да в общем после ладья d4 после ладья d4 оказалось черный забирает на a2 а белый на a7 не забирает если черных уже вполне осязаем cс это выиграно наверное не ну выиграно вообще-то наверное выиграно да я g5 могу король g6 как-то там не ну здесь строго единственным был ход король d3 просто защищает пешку я не знаю на самом деле выигран это или нет король у черных плохой можно g5 h5 да то есть корона не выпускает из этой клетки может быть ничья на самом деле придется играть b5 и пешка ну они взяты от шаг ладья и на король e4 ладья c3 ну король e4 не пойдут пойдут на c2 2 ладья f3 значит пойдут на d2 но все равно ладья f3 и опять меня заманивают под потерю этой пешки в конце да неприятно то есть можно конечно завести ладью пассивно a4 но это серьезно может быть придется на самом деле видимо придется ну как ты тут шаг шаг наверно не надо оп 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 может h5 и потом g5 и так х2 и повторяться хочешь да ну ну ладно ладья b3 хорошо так ладья b4 еще. Грозит или не грозит? Наверное, не грозит, кстати. Не, не грозит. Я это скорее из защитных пунктов. Ну, давайте тогда вперед. Наверное, же 5-то надо. Не знаю. Я думаю, что в белых огромный шанс не ничуть. Объективно. Ну, наверное, ладяй в 3, ладяя в 3. Не знаю. Ну, да. Наверное, ближе к ничьей. Черные. Ну, да. Ну, черные, да. Скорее всего, партия закончится в ничью. Ладяя в 3. Как-то параллел. Ну, да. Я буду приставать. Лев с ним, да. Ну, лев с ним пристал. Ну, надо лезть вперед. Там, как же, 4. Считать? Нет. Ну, там... Ну, в общем, мы очень далеко ушли. И суть позиции в том, что ну, король ледый ход все равно единственный. Потому что то, что сыграл здесь Мирей Лаванов, значительно слабее. Потому что последовала ладяя б7, но здесь вот черные могли вообще-то выиграть пешку. И не совсем очевидно, почему они это не сделали. Ну, и такой ладянин должен быть легко выиграть. Не досчитали, видимо. Последовала ладя c2. Без особых раздумий. Ну, просто, видимо, ладяя e4. Не бросилась глаза, скажем так. Пешка среди нам не была. Ну, и вот эта аншпель как раз ничей не легко. Причем белые делают ничью достаточно легко. Потому что, мало того, что ладяя стоит правильно, так еще и черный король расположен неудачно. Ну, вот что интересно, черные даже не попытались здесь выиграть. И соперники заповторялись. Так что закончилось ничью. Ну, и также в пятом туре была еще одна интересная партия, на мой взгляд. Также один из новичков наших трениров, Игнат Ефимов, здесь белыми смог одолеть одного из представителей топ-5 феникса Антона Майделя. Причем в достаточно хорошем стиле. Ну, а как это произошло, вы сейчас увидите. Была разыграна голландская защита. Ленинградский вариант голландки. Мц6, Д5, Кунь, Д8. Ну, Антон это все делал довольно быстро. Видимо, эта позиция уже ему встречалась. Игнат задумывался, но... Это теория же, да? Ну, наверное, я, если честно, с ней не знаком. Такое ощущение, что Игнат тоже с ней мало знаком. Если это теория, то вряд ли самый актуальный из белых вариантов. Мне кажется, черные здесь уравняли. Да, я тоже так думаю. Там как-то надо не давать проводить... Не, не помню, как тоже. Не, ну, есть просто похожий вариант с... В общем, там белые играют Б3 слом Б2 без пешки на С4. Потом Кунь Д2, а черные играют Е5 и на ДЕ Кунь Ж4. В частности, у нас как раз Антонова вот этот вариант, про который я тоже сказал, встречалась. И с переменным успехом. Кунь Д2 какой-то странный ход, но Кунь-то на Д5 должен овернуть. Ну, Кунь на Д2 во многих традициях помогает Е4 быстро провести. А на С3 он не помогает. Ну, в общем, есть свои нюансы. Да, ну, провел такие Е4 и Засигнат, но на самом деле... На самом деле, я думаю, что в какой-то момент он об этом пожалел. Потому что после Эфьер Кунь Е4 и Кунь Е4 оказалось, что конец обрать нельзя. Пришлось брать слона, и черные вообще-то выиграли фигуру. Ну, по крайней мере, на краткий миг. То есть, я не знаю, считал ли это шахматист, игравший белыми или нет, но... Не исключено, что да, в жизни белым повезло, что фигура потерялась не навсегда. С одной стороны, я практически уверен, что Антон здесь полагал, что у него отличная позиция. Действительно, Ферзи в 7 ход выглядит логично. И теперь на ладья Е4 страдает слон Ф5, а на Ферзи в 4 и слон С6. Но белый спасает просто уникальный... Ну, не то, что уникальный, но достаточно редкий трюк. На Ферзи в 4 и конь Ж5, на слон Е4 и конь Ф7, и на слон Ж2 и конь А6. И коня вот с этого поля А6, коня невозможно достать. Тогда не надо было сюда идти. Зачем? Черными? А что делать? Ну, может быть, Ферзи в 7, допустим, Ферзи в 4, может быть, слон С6, может быть, на конь Ж5 надо идти куда-нибудь, Ферзи в 6. Не, ну, можно, но... Мне просто не нравится, что конь на А6 сильный, ладья на Е7 заходит в каких-то вариантах. Ну, я не знаю. Дело в том, что здесь, по-моему, белоток хорошая там довольно неожиданность. Ну, хотя бы король в Эншпиле чуть ближе к центру. Наверное, тоже, да, хорошая. Такой же, белоток здесь получше. Ну, партия тоже была буквально на капельку получше. Я не думаю, что здесь прям большие проблемы. Черные ладья и 8 успевают пойти. Ну, как-то мне не нравится положение короля. Да, все-таки... Вот, компьютер считает, что позиция совсем равная. Мне кажется, что у белых немножко больше шансов здесь оказывать давление. В 7 успели, хотя бы. Нет, все успеет, белый конь пойдет назад, но белые пешки вот уже 4-5 надвигаются раньше, чем черные. То есть, некоторые похожие ситуации иногда бывают в Берлинском Эншпиле. Причем у белых еще испорчена структура бывает на ферзиан фланге. И все равно они играют на победу за счет надвижения пешек. Но здесь вот, понятное дело, что партия позиция значительно ближе к ничьей, чем чьей-либо победе. И Игнат с ралфом гей-5. Кстати, обратите, вот одна из ключевых особенностей всей этой партии. Обратите внимание на затраты времени со стороны Антона и на Игната. Игната потрачена на 2 минуты больше уже. В принципе, позиция довольно сложная. И, наверное, белые при таком соотношении по времени на часах должны быть довольны здесь ничейным результатом. Но это следует, что происходит дальше. Несмотря на минус 2 минуты, белые играют на победу. То есть надвигают пешки. Как ни странно, удается создать некоторые проблемы. То есть, опять же, должна быть достаточно простая ничья. Но вот Д5-ЦД, и здесь вот Антон сыграл ЦД. Это означает, что черные смиряются с несколько худшим окончанием. То есть, критический вариант конь Д5. Видимо, черный здесь смущал пешечный рейншпиль. Что вроде как у белых будет отдаленная проходная, но, скорее всего, все-таки ничья. А, Ф5-ЦД и Ж5, так ли, да? А, там пешка Ф же останется. Это опасно. Да, белые не успевают протащить пешку достаточно далеко, чтобы пешку Ф отнять. Ну да, видимо, это ничья, потому что черные тоже сыграли Ц5 и Б5 очень быстро. Ну, Антон либо играл на победу, что, в принципе, объяснило при такой разнице по времени, либо посчитал, что пешечный рейншпиль все-таки опасный. Так иначе, после цена конь Е2 у белых есть перевес. И перевес достаточно серьезный. Потому что пешка Ж будет отдаленной проходной. И, как мы увидим, Антон здесь не справился с тяготной обороны. То есть, конь Б1 слишком активный ход, и после Ф5 белые просто провели пешку в ферзи. То есть, здесь надо было срочно играть ЖФ. Кроль Ф5 и Кроль Е7. Потому что после К3 и К6 белые победили, как мы увидим через несколько секунд. А после К7 и Ж6, в крайнем мире, пешка не проходит. Не видим, у К6 зернули. Ну, может быть. Ну, может быть, Антон указал, что это болезнь от программы. Потому что, например, К3, К5. И, ну, белые надвигают пешку. С решающим эффектом. А черный конь обрезан. То есть, К5, Ж7, К6 и пешка прошла. А брат, ты зачем? Ну, вот, может быть, Антон просто при расчете не смотрел никакого хода, кроме взятия. Мне кажется, что такое может объяснение. Но после К3, К6, Белые провели пешку в ферзи. Ну, и Игнат, несмотря на 8 секунд на часах, здесь легко реализовал свой перевес. Ну, и это последняя партия для рассмотрения в пятом туре. Табличку вы видите на своих экранах. Точнее, вы не видите табличку на своих экранах. Вы видите табличку после шестого тура. И для этого есть простое объяснение. Дело в том, что, когда мы создавали вот эти вот скриншоты, это делали мы с Артёмом. И, в принципе, мы старались друг друга подстраховывать. Но так вышло, что Артём забыл сделать скриншот. А я не сделал скриншот по другой причине. Как вы видите, в пятом туре в моей партии против Владислава состоялась ничья. Причём, ну, скажем так, позиции, которые можно оценить подавляющее для меня. И я был слегка недоволен тем обстоятельством. Просто-напросто забыл. Нажать на принц скрин. Так что вот такая вот принц предыстория. Но, да, в шестом туре, опять же, было несколько интересных партий. И, и. Я надеюсь, это шестой тур. Молодой, опять же, новороссийский шахматист Игорь Куделя здесь играл против Ивана Бабикова. Сразу скажу, что для Ивана турнир не сложился. И, в принципе, эта партия, ну, в ней не было большой борьбы. Я хочу, по большей части, хочу показать здесь дебютную стадию. Потому что Игорь играл свой излюбленный Диджит Вересова. Конь-цель-три, конь-цель-сель, ст. на 4. Ну, и, на самом деле, в наших турнирах Игорь огромному количеству шахматистов создает здесь серьезные проблемы. То есть, многие партии выигрывают прямо в дебюке. Вот у Ивана здесь постигла та же самая участь. То есть, казалось бы, ну, белые довольно грубо набрасывают просто все фигуры. Это не может быть очень серьезно. Но очень много партий Игорь выигрывает, наверное, по такой схеме. То есть, он развивает фигуры и начинает атаковать на королевском фланге в лоб. Скорее всего, а6 достаточно слабый ход. Потому что, таким образом, белым пешкам создается зацепка. Почему? Я так думаю, что Иван просто, в принципе, не рассматривал эти ходы. То есть, он думал, что будет 2-0 и обычное развитие. Но игры практически никогда... Конь-цель-сель, да? Что-что? А, на ц5-цель-сель играть пока нельзя. Но былишки за другие ходы. Цель-сель-сель. Цель-сель-сель. Правда, тут как-то конь-цель-сель. Какой-нибудь B5. Ну, не знаю. Ну, даже А6. D6-CD. Ну, не может где-то позитив такой плохой. Ну, да. Ижбут. И не удалось пойти. В принципе, А6 ход, наверное, имел смысл. Ну, просто профилактический ход. Ну, просто профилактический ход. Такой полупустой. Посмотрите, что белые хотят делать. Ну, дело в общем, то, что... Ж4 и так хотят. Ну, никто не знал, что белые хотели пойти Ж4. Оказалось, что белые хотят пойти Ж4. Атака очень мощная. Ну, действительно, черным очень тяжело защищаться. И здесь вот Игорь довольно быстро всю эту конструкцию пробил. Ну, белых уже лишняя пешка при непрекращающейся атаке. И особого усиления даже черных предложить нельзя. Действительно, это все. Пешки бегут, бегут. Ну, да, Игорь не стал мотровать, но уже две лишние пешки. То есть, нужно, что он Е5. И... Ну, в принципе, обычно Игорь в стадии реализации достаточно точен. Ну, и это практически исключением не стало. То есть, в быстром темпе. Отличие от большинства. Да, да, в отличие от некоторых. Ну, и здесь вот Иван попытался создать контр-игру путем жертвы качества. Попытался завести коня на Ф3, но все-таки это явно недостаточно. Игорь вернул Владю на Ф2, сбросил качество. Ну, и Владей на Эшпель стоял пешками. С теми лишними пешками легко выиграл. Ну, и еще одна партия Игната Ефимова тоже, в принципе, мне показала, что Игнат играл очень сильно. И вообще, вот, осмелюсь такое вот небольшое предсказание сделать, что если Игнат продолжит играть в наших турнирах, он в некоторых из них может оказаться очень высоко. Крайне мере, вот до определенного момента, то, как здесь черные играли в этой партии, на меня авториз произвело достаточно сильное впечатление. на основе Навариндейка. Партию Руслана мы уже тоже смотрели, так что... Нет, все повторялись, более того, некоторые Дашихватисты, которых вы пока не видели, тоже еще не увидите и не один раз. Все самое интересное напоследок. Ну, и получился вот такая вот достаточно интересная структура из Навариндейки, где у черных есть небольшое преобладание в центре, но белые оказывают на этот самый центр фигурное давление. Что-то очень известно. Ну, скажем так, относительно известно. Я не знаю, встречалась ли эта позиция уже много раз, но структура достаточно стандартная. Да, структура известная. Да. Ну и вот здесь вот H4 все-таки слегка и H5 слегка, как мне кажется, не туда. Какой-то смысл есть, но вот здесь вот Игнат Сырял конь Е8 конь F6, кстати, вполне резонное действие, указывая на некоторую слабость пешки H5. Мне больше, даже больше нравится у черных вот такое вот интересное изменение от структуры. Именно Е5, оставляя все белые поля. Слон Е3, конь Е6. Конь черный идет на D4, а проблема белых в том, что их конь на F3 расположен очень глупо. То есть конь должен стоять на непосредственной близости от слабых полей. То есть, например, здесь... Здесь Е3 нету, да? Да, в общем, коня на D4 приходит, мне кажется, у черных просто лучше вот. Не знаю, насколько сильно, но, скорее всего, лучше. Куни Е8 тоже интересное достаточно действие. Ж4, конь F6, и белым пришлось рать коня Ж2. То есть, я думаю, что белые уже пожалели на движении пешек. С король Ж3 будут ходить. Согласитесь? Чуть-чуть похоже на недавнюю партию Крамника, точнее, Свидлера с Крамником. Из первого тура Мемориала Таля. Тоже такая похожая на южовую структуру. И белые как-то слегка странно поставились. Тоже на шах они отвечают F3. И тоже хотят приставить Е4, а потом как-то... Коня через наш Дманов 1 на Е3. В общем, есть какое-то сходство. Действительно, Е4 последовало, но черный играет Д5. Пользуясь тем же конь все еще на Ж2. В принципе, вполне логично, и, как-никак, все у черных здесь получше. Вроде бы конь на Ж7 стоит плохо, но он через два хода прибудет на Е6. А вот куда прибудет белый конь, не так очевидно. Да, тут уже на Е3 не так. Он Д4 уже нужен. Да, но с другой стороны, в поле Е3 может в варианте прийти на Ф5. То есть, у белых есть своя игра. НЖ5. Взяли-взяли. Да, на конь Е3 теперь можно встретить путем Д4. Уже подвисает на Ф3, поэтому конь Ж3. Все равно Д4, ладей Ф2, конь Е6. Ну, вот как мне кажется, черные пока прекрасно проводят эту партию. Например, вот здесь вот... Ну, сразу же тут подсказка компьютера, хотя ход вполне, в принципе, естественный. Черные могли сыграть ферзь Д5, и неожиданно белые не могут удобно защитить пешку на Е5. На ладей Е1. На ладей Е1 в частности, есть ладей Е6. Продолжаем съедать. Да, но черные сильно, да? Это еще в брантах надо Д3 отслеживать. Хотелось бы пойти Ф4, но пешка связана. Ну, вот, чисто визуально все это выглядит очень опасно для белых. Действительно, ферзь уже 1-F5 отрезан. Ну да, молодец. Там ладей Е8 даже на группу появится. Да, кстати, наверное, проще. Теперь на ладей Е2, Д3 больше силы. Тут еще Ж6. Так, Ф4 тоже очень неприятно, что если взяли-взяли, то ладья может на Ф8 прийти. В общем, так или иначе, после Ф4, Д5, черный довольно большой перерез. После конь Е6, конечно, льви на его долю уходит. Потому что белые вставят короля на Ж3. Это очень важно, потому что они теперь во всех вариантах могут подкрепить пешку Е, путем Ф4. Тогда они почему-то этого не делают сразу. Но черные в некоторой степени им помогают, провоцируют ход Ф4, который белым полезен. Вообще, немного игра Игната мне напоминает мой собственный стиль. И обратите внимание, есть те же самые проблемы с расходованием времени. В принципе, вроде бы стратегически черные переигрывают, но времени мало. И позиция выходит из-под контроля, и белые начинают играть сильнее. Но вот здесь вот уже пришлось жертвовать качество. У черных все равно неплохая позиция, но 12 секунд против 40-3. И это имело решающее значение. За 9. Уже 9. Все еще 9, но обратите внимание, пешки начинают теряться. Понятное дело, что черные полностью потеряли контроль над позицией. Я думаю, что вот здесь у них все нормально. Любой разумный ход, и у черных полная компенсация за качество. Там FF7 грозит. Не любой. Ну, например, такой. Не любой. Вот так, конечно. Я вообще сомневаюсь, что FF7 такая сильная грузовость. А 5 какой-нибудь? Нет, а B3 нету. Ну хорошо, я понял. На любой ход B3. На A5, например. B3? Да. Я FF7 не допускаю FF6. Да, B3 просто с идеей как бы... Ну, я могу взять ее конем. А, тогда FF4. Ну, конь C5. Да, у меня такая идея была. Ну, ладья E5. Не знаю. Шаг что-то. Я думаю, у меня B1000 не так плохо. Плохо. Почему? Король ушел просто на G3. Ты как на C5 побежишь? Да, вот то, что он ушел на G3, это плохо. Если он ушел бы не на G3, это было бы получше. Ну, ладья C8 надо играть. Ну, выглядит очень плохо. Не знаю. Может держится, конечно. Ладья E5 даже не может. Не знаю. Ладья E5 не 4. А, звено. Да. Заверки. Да, радикально. Зевать так по-крупному. Ну, не знаю. Как-то здесь. Ладья C1 с идеей на D2, а D1 это слишком круто. Ну, почему бы и нет. Хотя, ну, теперь пешка по двору. Так-то определенный смысл есть. Ну, правда, черный, например, что-то вроде. А что черные, собственно говоря, могут? Я хочу сказать, ферк D6, а у Ладья D5 просто. Ну, может быть, действительно, ферк D6, а у Ладья D5, ферк D7. Ферк D3, я не знаю, куда-то надо. Ну, вот уже конь E4 играет. А, что же я вилку-то все зеваю. Ну, и я хотел на E3 поле защитить. Ну, да, видимо. А, ну, просто съесть же можно. Кого? А, все равно конь E4. Ой-ой-ой. Не, ну, надо, видимо, какой-то такой ход делать. Подожди, подожди. Я там какой-то начал считать. А, нет, это слишком. Я выбрал Ладья D2, конь E4, потом, чтобы Ладья D8 было. Ну, это немного. Да, там ферк, чё, да, в общем, чё-то там останутся. Ну, да, он ферк D4 есть, хоть. Мне чё-то не нравилось. Я смотрю вот, хоть. Ну, ты, да, ну... Ну, чё мы могут конь E4 поставить? По-моему, у них нормально. Ты все равно на грани уже. Нет, мы за ним, по-моему, у тебя белые на грани, нет? Типа конь C3, что ли? Ну, что? Куда? А, ферк D4 еще. Ой, боже мой. Я хотел король G2. Нет, да, конь висит. Я, у меня вообще, я так пойду, хорошо. Какой белый ход-то следующий? А, ладейка. Да, это, конечно. Ну, мы зевать стали. Давай закончим с этим. С обзором пойдем по своим делам. Ну, давайте, ладно, все-таки еще три тура. Надо... Да, экономить. Надо их добить. Второй час ночи. Ну, в общем, позиция сложная. У Игната была 9 секунд. Мы тут с 9 минутами разобраться не можем. В общем, так или иначе, Руслан поймал с его соперника на размен фердей. И позиция стала совершенно технической. Белый легко выиграть. Именно поставили мат на его си. Тем не менее, мне вообще понравилась игра соперников в метельшпильной, скажем так, стадии партий. В особенности игра черных. Ну, на этом рассмотрение шестого тура тоже подходит к концу. Положение после шести туров вы видите на своих экранах, как мы можем наблюдать. И единоличным лидерством здесь завладел Андрейто Тауров. Со 100% результатом, да. Кстати-ка, эту партию мы тоже не увидели. Видимо, потому что... Там нечего все смотреть. Да, в принципе, я проверял партии лидеров, и если в них все было плохо, то, как имеется, не показывал. Но зато, по, собственно говоря, вашей заявке, седьмой тур Владислав Чижиков, Дмитрий Луговец. Если не ошибаюсь, Дмитрий Луговец это юниор из Москвы, да? Из нашей школы даже, я бы сказал. Да, то есть это Дерби. Просто из нашей школы. Ну, понятно. То есть он другого тренера занимается. Он очень меня хорошо знает, и мы в один лагерь ездили, когда он был помладше. Сейчас он 98-го года, то есть он такой уже взрослый парень. Ну, ясно. С Вовы тоже очень хорошо знаком. Михайловский. В общем, солидного стиля шкматистов. Русская партия. И здесь Владислав играет, вот этот вариант Шурова. Действительно, сейчас, наверное, основное возражение на русскую партию. Причем основное до такой степени, что ее перестали играть из-за этого хода, насколько я понимаю. Звучит угрожающе, но я почему-то, играя позицию белыми, не ощущаю на своей партии. Кстати, Вова тоже раньше играл года два назад русскую партию и постоянно играл вот эту позицию со мной. Не знаю, не так просто было с ним. Он какие-то ничьи пытался всегда делать, часто получалось. Ну, вот такой небольшой монет. У черных, в принципе, есть два плана в этой позиции, генеральных. И план зависит, в первую очередь, от рокировки. То есть, если рокировка следует в длинную сторону, совершенно идет одна игра, если в короткую сторону совершенно другая игра, именно прямой навал там на колесском фланге. Причем, в которой достаточно легко защищаться. Но здесь вот слон Е6 ход, причем, Дмитрий, вот, делает моментально, то есть, 0,3 секунды, видимо, это какие-то его разработки. Потому что, по-моему, слон Е6 далеко не основной ход. Если не ошибаюсь. Он не разработки, он просто знает расстановку фигур и ставит их куда привык уже. Коня на С6, слона на Е6, Фердя на Д7. Да, мне периодически не нравится в таком порядке ходов от расстановки. Мне тоже не нравится, но я тоже быстро начал ставить также фигуры, не обращая внимания. Поэтому, конечно, наверное, и Конь Д4, и, может быть, где-то Конь же. Ну, вот я пошел Ферд 2, да? У меня было даже вроде в какой-то турнирной партии вот эта позиция, но в другим порядком. Было Конь С6, Ферд 2, слон Е6. И я Конь Ж5 хотел. Вот это, вообще-то, основной парадок ходов. И здесь действительно играли Конь Ж5 много. И считал, что это перевес. Потом какой-то нашли рисунок за Чурля, который не уравнивает. Стали играть 3-0. Ну, в общем, я точно не берусь, в общем, отвечаю за точность. Аналы сейчас партии, да, здесь, и особая феория не развивается. То есть нужно какие-то, видимо, анализы пятилетней давности, что ли, сказать. Да, где-то в конце нулевых популярна была русская партия, а потом Берлин ее практически полностью вытеснил. Да, все-таки Конь С6 здесь точнее. Я думаю, что на Слон Е6 после Конь Д4 у белых получше. Последовала Ферк Д2, стандартный конь С6, Слон Е2. Вот Слон Е2, кстати, немножко меня удивил ход. Ну, вроде бы 3-0 выглядит логичней. Ну, я, как мои часы показывают, но, в принципе, Дмитрия тоже. Мы не сильно пытались разобраться, как точнее среагировать на конкретный порядок ходов и вообще, как развелась фигура. Но, конечно, 3-0, я думаю, объективно получше. Ну, просто Слон Е2 такой ход, который... Я иногда... Я знаю, что Дмитрий делает 3-0 часто. Я иногда эту позицию как трактую? Смотрю, если делают 3-0 черные, то я могу и там B4 и что-то в этом духе. А, вы пытаетесь держать карты открытые. Это, кстати, хорошо объясняют все следующие роды, потому что А6 тоже слегка загадочный ход. Видимо, оба соперника ждали рокировки чужой. Да, нет. Если был бы ход Ферк Д7, я бы, наверное, может даже и 2-0 пошел. Ну, объективно, объективно, все-таки, на 3-0, наверное, тоже 3-0 отвечать у белых получше в этой симметричной позиции. Ну да, получше. Ну, просто ее играть не так белыми просто, как хотелось бы. Поэтому я так пытаюсь уклониться не за объективные оценки, а чисто по своим каким-то таким соображениям. Ну, это, кстати, интересный момент. Я не мог объяснить все ходы, но теперь все стало понятно. Ну, по крайней мере, в следующие 3 хода. Так-то, ну, я думаю, что на слон Е2 за черных сильнее всего 2-0, потому что слон Е2 слабо помогает в этой типовой атаке с ходом А4. Ну да, ну тогда я был А4, и как раз, я так понимаю, Дмитрию не нравятся вот эти типовые атаки, пусть даже в чуть ухудшенной редакции. Да, ну поэтому поставил А6, такой минимально полезный ход. Ждут черные, того как белые проявят свои намерения, H5-D7, ну и вот здесь вот 3-0. Ну да, раз пешку А6 уже на длину, то уже приходится. Да, 3-0, ну, кстати, мне кажется, достаточно приятная позиция 2 белых. Я когда-то давно их смотрел, причем сначала я не понимал, почему вообще здесь у белых должно быть лучше, потому что, смотрите, ну здесь 3 на 3, а здесь 4 на 4, причем скомпрометирована структура у белых. То есть в книгах, какую-то читал книжку, было написано, что мол, у белых здесь лучше, потому что эта пешка защищает короля. Я в это с трудом мог поверить, что там она только хорошо защищает короля, но потом, по крайней мере, сам для себя придумал объяснение, что на самом деле у белых лучше, потому что они могут использовать поля D5 и D4, а черные не могут, потому что им мешает собственная пешка. Ну, слушай, это какой-то ты прям достаточно интересный заявитель. В общем, я прям долго был, но теперь я практически уверен, что у белых лучше именно поэтому, не потому что у них король безопаснее, а их король действительно в большей безопасности, но только потому, что белые фигуры идут через поля D5 и D4, а у черных аналогичных полей нет и не может быть из-за структуры. Они очень скромно, конечно, играют, но зато объективно у них часто близко к равенству. То есть они так играют, не то что на ничью, но как-то больше на уравнение, чем на перехват. И вообще русская, на самом деле, наверное, полностью на этой постраду. Да, но, кстати, не всегда все шкватисты так поступают. То есть, например, люди, которые играют 2-0 в этой позиции, планы с 2-0, они явно не хотят бескровной ничьей. Но таких что-то мало. Я очень часто играю в эту позицию. Что-то под атаку мало, кто хочет попадать, а если начинают попадать, то редко они выигрывают. Ну, понятно. То есть, чуть-чуть, чуть-чуть в полицию держать, конь d4. Я не совсем убеждал, что конь d4 правильный ход, потому что все-таки ферзь d4 задает некоторые вопросы. Другое дело, что здесь стоило в некоторой степени себя перебороть, пойти все-таки c5. Ну, и у белых получался стандартный небольшой перевес, связанный с тем, что, ну, пешка дайте пресс-лабо, а если она пойдет вперед, то оставляют вот эти все диагонали. Но, тем не менее, это было сильнее, потому что после слона f6 ферза 7 здесь уже конкретные вопросы задаются. И белые хотят дать мат, в один ход. Это серьезная угроза, пришлось от него защищаться. Мне вообще казалось, когда я играл партию, что это очень странно. Ну, по крайней мере, с практической точки зрения. Компьютер, конечно, может найти какие-то сильные ходы, наверное, за черных, и держать эту позицию можно, но с практической точки зрения она какая-то становится невероятно сложной. Да, причем, в самом раз, совершенно вроде бы, это было не вынуждено. У черных еще не было никаких серьезных, настолько серьезных проблем, чтобы прям добровольно от чужого ферза запускать на а7. Поставил d5, но d4, взяли-взяли, но здесь, конечно, потрясающий ход король d7, который, не знаю, ну, только, по-моему, поддул он какого-нибудь огнестрельного оружия. А4, кстати, все равно грозит. Да, ну, да, я понимаю, что, скорее всего, дмитрий сказал король d7, потому что хода не нашел. Грозит c4, грозит c4 сильно. Еще грозит ладят до 1, потом c4. Ну, здесь вот, ну, компьютер обрагал ход b5. Действительно, ход держал, по-висту. Боже мой, не бросается в глаза. А если а4, там что, король d7? а4 и ферс b7. Ферс c5. Не знаю, все равно тяжело. Да, позиция неприятная, но вот это было сильнее. Ну, как бы, с компьютером не поспоришь. Если он говорит, что это было сильнее, это было сильнее. Тимон, даже король d7 проигрывает ход. А в c4 черные сдались, слегка преждевременно все-таки, наверное, сдались. Ну, это, видимо, из уважения. Так как он меня знает, как-то, я не понимал, что объективная позиция уже тяжелая. Потом он, правда, еще выбыл, сказал, что его кто-то куда-то позвал или что-то там произошло, что они смогут играть. Ну, тогда вот вам вопрос, что на Владея 8? Тереза того, как поймали. Я спланировал убить на d5, конечно. Ну, и слон d5. И тут я думал, сейчас, подожди, я как-то хотел, я во-первых, слон g4 смотрел, во-вторых, слон d5. Я не помню. Вот тут вот есть ход, который сделал бы я, например, который дает перевес значительно. Есть выигрывающий вариант, который такой, я бы его не сыграл бы. Ну, я бы, конечно, считал все дело. То есть, тут время у меня сколько? Две минуты, правда, уже, да? Странно, кстати, где я его потратил. Но, так, ты бы, не знаю, ну, хочется, сейчас, так, так, вообще, мне хотелось, он же 4, толика. я бы, я даже не смотрел. просто, а если король е7, то что? У меня какая-то идея была, что ладья е1, и как-то ладья, на король е6, ладья е4, ферзь выскакивает. А, да, это серьезно, это серьезно. Это я, вот это я, а у нас там е6. Да, ну, боюсь, что я тут что-то не досмотрел. Ну, вообще-то белые могут без ферляка. Да, было бы засадно. Нет, нет, это я прикридывал, но, видимо, так нельзя, да? Ну, в общем, я думаю, что вы сыграли бы, как я, если честно. Я думаю, что вы все-таки взяли бы на d5. Да, я думаю, что это... последовало бы ладья a7. Взял бы на c6. здесь, например, ладья е1. Да, У белых заметный перевес владейники, но все-таки это еще не выиграл. Я видел этот вариант и считал, что он, как бы, в крайнем случае у меня есть. То есть, я бы, наверное, потратил с пункт 20, ничего бы не нашел, и пошел бы сюда. Я, наверное, потратил бы больше, загнал бы себя в цвета, то есть, оно пошел бы сюда. Но здесь был выигрыш. Здесь был подверг бьет а8. В смысле, тот там просто перевес, а здесь был прямой выигрыш. Как за 8, ладья a8, ладья d5. Идея в том, что теперь на корольце 8, ладья аж на d1. Ой, я думаю, ладья d8... Ладья d8, это опять же перевес, причем меньше, чем в том эндшпеле, потому что ладья не заходит. Ну, ладья d1 тяжело таки. Да, идея в том, тяжело, не только как ладья, потому что издалека увидеть, через ладья d8 выигрывает. Да, 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 да. Не, ну, я не думаю, что я вначале. Но, это не лучшая защита за черных, то есть, понятно, что на короле e7, ладья e5, на короле e8 тоже ладья b10, король e6 ход. И вот здесь вот, форсированный вариант, так, 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 опять ладей на эндшпеле, но здесь он совершенно выиграл, потому что черные не успевают пешки защитить. Ну, это компьютерная часть. Ну, безусловно. Но, раз уж я делаю обзоры, я проверяю все с компьютером. Не правильно объективнее сильнейшие ходы, тем более в таких острых позициях компьютер. Поверяется использовать. Ну, так, можно было получить большой перегон. Ну, я, в партии, непонятно вообще, как бы продолжалось, конечно, нужно было играть, но партия не продолжилась. Почему? Ну, я думаю, что даже человеческий вариант, после ладья 1, черных, невеликие шансы спасти, это с блиц-контролем. Все-таки ладья на А7 и на А8 производит впечатление, конечно. Да, ладья Е7, ладья Д7 неизбежно, да, там ладья начинают просто все собирать. Ну, я помню, что как-то не сразу в прорига, но, в общем, не будем останавливаться. В общем, со стороны белых неплохая партия, а черные, конечно, ход, ход, ну, я только поэтому и поставил эту партию на обзор, потому что было очень мало ходов, и я не успел наделать грубых ошибок. В остальных же партиях были все по-прикому. Ясно. Также в седьмом туре случилась партия Виктора Шапира с Алексеем Коноваловым. В чем-то партия немного похожа, но, опять, самое интересное, как и в предыдущей партии, которую мы сейчас разбирали, стало за бортом. Снова у нас голландская защита, единоградский вариант, я хотел сказать, на белый играют Д3. В принципе, я думаю, что против голландских повторений это вряд ли сильнейшая. Черные должны здесь получать довольно комфортную ряду. С пыльной вертой, да? Да. Причем вот С5, белые воли, что-то пытаются задавать на ферзер фланге, но все-таки, ну, не может все черные быть хуже. Потому что пешка на В5 мешает коню на В5 напрыгнуть. И прямых одинет, а вот здесь последовало Е4. Ферзь Д7, Ферзь Е2. Ну и, Алексей решил, в принципе, достаточно без хитрости, просто по страниндийским канонам развивать здесь инициативу на корейском фланге. Ф4. Действительно, если сейчас черный успеет пойти, например, Ж5, Ж4, у них будет большой перевес. Правда, конечно, на Ж5 надо с конь Ж5 считаться. Ну, может быть, черный хотят пойти слон Ашты. То есть, намечается серьезная инициатива на корейском фланге. Следовало Д4. Вполне логично. Контр удар в центре. Ну и вот здесь вот Алексей очень серьезно ошибся. То есть, после слона Ашты белые получили граватный перевес и легко выиграли. Как это произошло чуть позже, сейчас я покажу единственный способ здесь на черных получить полноправную игру. Надо было играть ФЖ, после АЖ играть ЕД. То есть, структура черных просто производит удручающее впечатление после этого, но... Это антипозиционно. Да, ну, конкретная идея. С ЛЖ4. На Ф3, что там, какой-то удар? А, на Ф3, на Ф3, на Ф3, на Ф3, то есть, белый выигрывает. Ну, Ферзь Д2 просто слон уйдет на Аш5 или на Аш3. После Ферзи Д1 белый выигрывает фигура. Но... Не, Ферзь Ф2 покажу. А, но Ферзь Ф2 Ферзь Ф2 не создает нападение на слона. В том плане, что пешка связана с С5. Он может быть. Ну, например, слон уйдет или конь ушел. То есть, вот Ферзь Д1 действительно нападает на две фигуры и одну из них выигрывает. Но... Я думаю, что это развивается безнадежно за белых. Скорее всего, у черных выигрывающих атак. Потому что грозит Ферзь Ф4 и Конь Е2. И очень тяжело от этого защищаться. Ну да, слона А3, Конь С3, что-то непонятно, что-то непонятно. Поэтому белым пришлось бы здесь в некоторой степени ну, сделать над собой усилие после С4 пойти Ферзь Д3. Просто отдать ладью. качественно. Тем не менее, компьютер здесь считает, что черный буквально минимальный перевес, а по-человечески вообще непонятно у кого лучше. Неожиданно все фигуры белого здесь обретают какой-то смысл жизни, а вот атака черных явно уже не проходит. И для Блица, мне кажется, что позиция по-венчим я не ясна. В любом случае, черным необходимо было играть подобным образом. на Ферзь Д3 решить тоже непонятно. Да. Я подозреваю, что оба сперненка в принципе не считали. А на ЕД там обязательно надо 4 брать? Ну, конь подбором. Если не брать, то надо делать очень какой-то угол для выхода. Скулять, конь А4. А там все равно Слон Ж4 связка. Да, ну добровольно как не согласно Слон Ж4. Ну да, тут как-то Ф3. Если только понимаешь, что там после Ф3 такая опасная атака, то тогда Ферзь Д3 пойдешь. А нету никакого Блин. Слон Ф3 проблема в том, что там висит конь. Стренин, защищен. Ну, в общем, это был принципиальный вариант, последовало Слон Ж3. Вогрет. Да, дело в том, что вот этот вариант совершенно ужасен за черный после ДЕ казалось, что ну, никакой серьезно атаки здесь нет. Кунев 4 единственная угроза, но последовало Солнце 1 и угрозы теперь нет. Более того, ну, Солнце 1 выглядит как строго защитительный ход. Видимо, Алексей подумал так же, сколько последовало ДЕ, но после конча 5 белые выиграли Ферзя. Ну да. На этом, в принципе, партия закончилась, что у белых... Ну, мало того, что личный Ферзь здесь еще и позиционный перерез громадный и особой борьбы здесь мы не увидели. В принципе, дальше можно и не показывать. Обратите внимание, что еще и по времени из-за черных очень плачевная ситуация. Ну и так же в седьмом туре состоялось, если не ошибаюсь, в седьмом. Ну, хочется надеяться, что в седьмом состоялась моя партия с Андреем Татаруровым, который я в этот момент лидировал. И я играл белыми. И вот... И так надо против Харакана. Да, изменил я в этот раз на изумленном уходу Куньев 3. Как раз по той причине, что опыт предыдущих встреч показал, что Андреев всегда играет Харакан. Ну, а как раз-таки против Харакана... Как мне кажется, может быть, это только в моих анализах так, но уход Аш-4 создает черным некоторые проблемы. По крайней мере, вот в одном из недавних турниров даже Гроссмейстер с приличным рейтингом здесь черными легко не уравнял, скажем так. Как раз был этот же вариант. Слон-G5. Ну, и Роберт Аганисян в смеси Розармении здесь играл Ферзь Б6. Это главный ход. Собственно, если кому-то вдруг интересно, можете посмотреть партию в мегабазе. а Андреев играл Ферзь Б5. Менее принципиальное продолжение, но тоже вполне здравая позиционная идея. Обычно в Каракане ход Ферзь Б5 связан с тем, чтобы в дальнейшем пойти Ферзь Б6 и прихватить белые поля. И, более того, в одной из наших предыдущих партий уже эта позиция встречалась. Я играл С4 и ту партию удалось выиграть. То есть, и, судя по всему, Андрей специально к этой партии подготовил усиление АС5. И, действительно, после С5 уже эту позицию я видел впервые. Вроде бы, он не подготовил, а просто за доской решил сыграть по-другому. может быть. Вы разбиваете мои надежды, что к нашим турнирам готовят. Он не подготовил не потому, что там считает, что с тобой можно без подготовки, а просто он вообще не готовит. Как и большинство наступающих в шапке. Ну, вот, а я-то надеялся, что к нашим турнирам готовятся серьезные всесторонние. после... за каждый цвет смотрит против каждого соперника. Да. Против каждого из 50 возможных соперников. В принципе, есть логичный конь f3. Черные слегка недоразвитые, поэтому вряд ли готовы к серьезной конференции в центре, но проблема в том, что мнением на конь f3 не нравился ход c4. И как-то все закрывается, и, что самое обидное, типовая идея для варианта, именно самим провести c24 уже не проходит. Не знаю, может быть, в белых объективно есть перевес, но такая вот французская структура закрытая без белопольного сона меня как-то не очень повречало. Поэтому я решил пойти, ну, в принципе, идейно и принципиально c4, но я не знаю, насколько это дает реальный перевес. Обратите внимание, на один ход потрачено 48 секунд. О, можно записать куда-нибудь что-то, Никита Петров тратит. Из трех минут на один ход 40 секунд. Тем более тот, который очень простой. Это далеко не мой рекорд на самом деле, но для девятого кода возможно рекорд. Не знаю, мне кажется, у меня такого не было никогда. Если только у меня связь не обрывалась. по меня все нормально было. Кстати, обратите внимание, Андрей тоже довольно долго продумал, я хотел сказать, ну, в этой, в этой, в этой позиции 46 секунд. Так что, соперники были под стать друг другу. я могу сказать, о чем я думал, я пытался как-то, ну, я, я, ни о чем не думал. То есть, c4 вроде как надо, но, брать ферзем не хочется, хочется брать конем, а конь связан. а если пойти конь f3, то c4. Ну, на самом деле, я пытался вот эту позицию оценить и пришел с нетешительным выводом. Решил пойти c4. О чем думал Андрей, я не знаю. Я вот, ну, когда готовился к этому обзору, я думал, что может быть ферза 6 хотел Андрей сыграть, ну, подменять ферзель, но здесь, по-моему, вот этот нжп довольно неприятный. Да, он же ничего не грозит, потому что ферзен что бы ходов сделал, тебя вообще развил. Ну, компьютер все равно достаточно оптимистичен, до черных, но по-человечески, мне кажется, не очень комфортная позиция. Видимо... Где-то мат кажется, что прилетит. Да, Андрей Тозоров так же поделал, а пошел конь c6, конь f3. Ну, и вот здесь вот надо было, конечно, черным все-таки осмелеть. Ну, по крайней мере, компьютер считает, что надо было осмелеть, пойти в дыры и на 2-0 взять еще одну пешку. Я же думал, b5. b5, это... осмелеться. Тоже смело, но вряд ли чуть разумно. Видимо, ферзи е2. А я хочу c4 закрыть, поняну, d5, как ты просил? там, правда, е4... А, то у меня тоже. Подозрительно. Ну, может быть, ничего страшного с другой стороны. Может, это на самом деле слишком радикально. На самом деле, наверное, просто 2-0. Подожди, а на d5 нету, там, b4? А, ты уже по-другому. Ну, да, мне, на самом деле, d5 кд не очень нравится. Я думаю, что 2-0. Ну, конь е7. Ну, конь е7, а так 4. Дело в том, что это начинает рваться все. 3-4 там, слишком сильно. Я рокировку слишком долго буду делать. Да, ну, черным еще очень много ходов до рокировки. А белый уже бьют. Причем, со всех сторон, на самом деле. Ну да, в общем, b5 все-таки слишком креативно. Может быть, кстати, Андрей смотрел ход b5. Ну, надо было объективно играть cd, и после 2-0, я везде. Говоря, я не хотел b5 предлагать, просто, когда ты сказал, что активный ход, или какой-то наглый ход, я не помню такое слово точно, мне почему-то сразу именно этот ход пришел. Ну, в общем, надо было играть еще более путь-фринчево, забирать все пешки. И здесь белый могут взять на e5 и попытаться без двух поиграть. Есть определенные... Подожди. Подожди, я... А, b5 есть ход. Мне кажется, тут, может быть, он это и считал, ну, b5 можно звнуть. Еще раз. Ну, съел, съел, ферз a4, и есть ход b5. Это не мат. А, возможно. Да, возможно. видны, видно, что по белым полям слону же 5 стоит как-то страшно. Может быть, там какой-то есть промежуточный код, надо все это видеть, чтобы отогнать ферзя, а потом уже где-то по белым полям. там ферз d5, да, видимо, на коне в 3. Что там на коне в 3? да, есть ферз d5. Там, ну, мне кажется, ну, черный все-таки две лишние. А мы, да, мы отыграем только одну. А черные начинают, начинают развиваться. На шестнадцатом ходу очень ловыми. Если две лишние, то это... Ну, белок явно отыграют, отыграют эту пешку, но, наверное, будет равенство все-таки. Чуть сильнее ладей 1, скорее всего, ну, компьютеру не обрежден, он пишет ферз d6 и нули. И опять теперь мат. где-то не стало. но все равно позиция какая-то, конечно, подозрительная у черных. В общем, не рискнул Андрей так играть, тем более, что на коне 5 здесь еще ферз d4 был ход. То есть всего, всего, меньше перес развития, но пожертвовала всего одна пешка. И ладья d1, между прочим. Да, ну компьютер, опять же, не убежден, пишет прайм. Последок у нее 7, здесь я... Ты попробуй сыграть по компьютеру. Ну да. Ну, после коне 7, здесь даже по компьютеру неравенство. Я потратил очередные 16 секунд. Единственный ход, наверное, в позиции. dc, d5. Ферзировка еще. Да, ну ферзировка, там какие-то проблемы были. Чуть ли, как раз не b5. А, опять не был? Та, тут выиграли полтемп. Точнее, даже сделано не в половине темпа, потому что, d5 сразная. d4, я не буду ходить. Ну, dc правильный ход, скорее всего. конь, d5, 2 0, если b5 не сыграешь, следовало, ферзь c5, ферзь e2. То есть, вроде бы, черные почти завершили развитие, но вот, основная проблема в том, что уже h4, h5 стоит, слон на тебя и не собьешь. чтобы закончить развитие, нужно слона вывести. Слона желательно вывести так, чтобы под чужого слона не попасть, а таких полей мало. Если же слон выйдет на e7, то я его поменяю и коня на d6 заведу. Поэтому, у черных есть проблема с завершением... Слона на c5, да? То есть, пришлось, сферзь он брать на c5. А, да, на слон c5, конь b3. Такой нюанс. Ну, наверно, куни 4 тоже сильно, но проще фигуру выиграть, Вагельхофф. Да, последовало ферзь c5, ферзь e2, и вот здесь, я не знаю, может вообще просто, может быть просто безнадежная позиция у черных. Объективно. настолько тяжело закончить развитие. То есть, здесь попытался Андрей какие-то маневры ферзем предпринять, но конь пришел на d6, и позиция очень плохая. Еще грозит конь g5, и вот здесь вот компьютер указывает, правда, такой интересный ресурс, после которого еще не совсем проигранно. То есть, конь g8, конь g5, владе f8. Такая вот коробочка. Ну, это можно, не найти. Не, ну, явно соперник не нашел, а я, с другой стороны, в анализе не нашел здесь прямого выигрыша за белых. Скорее всего, его нет. После этого было f6, уже, скорее всего, просто черные думали, что их позиция крайне плоха, и пытались каким-то образом вырваться. Но здесь после конь g4 совсем тяжело, потому что конь идет на ц5, а другой на d4. Ну, и я при всех своих гигантских проблемах с реализацией такую позицию уже не отдал. Да, хорошая партия. Ну, и обратите внимание, что Андрей испытывал серьезные проблемы с расходом времени, потому что более серьезные, чем я, что бывает не часто. Ну, и также по заявкам, как раз таки, как ни странно, Анара Шагберова, а не Александра Кононова, здесь очередная партия седьмого тура. В принципе, меня просили партию не обозревать, а показать только один фармен, но тем не менее, я быстро пролистну дебют. Здесь у нас была старо-индийская. И, вот опять, мне кажется... А где же, подожди, а где же дебют Александра Конова на А6? А дело в том, что Александра, я вот заметил за ним, такую особенность, что он играет А6 только на Е4. А что же это такое-то? У меня такое ощущение, что... Тогда надо с ним конев 3 ходить. Да, и на А6, С4. У меня такое ощущение, что это беспокоит Александра. Потому что теперь это как-то... Ну, при Пешкиной... Подожди, сейчас же шахматный Феникс весь будет играть против Александра. Вот эту позицию. Ну, Александр играет, на самом деле, достаточно часто как раз-таки против любителей конев 3. Например, против меня. Вот эту вот старо-индийку и... Ну, я чаще всего выигрываю, но по дебюту получаются боевые позиции. И вот здесь вот после ладья Ц1... Кстати, ладья Ц1 ход у меня вызывает серьезные сомнения, потому что, ну... Обычно белый все-таки играет Твердь Ц2, ладья Д1, ладья Е1. И такая расстановка считается более опасной. Ну, как вот у нас было в одной из недавних партий, кстати. Ладья Ц1, мне кажется, черные могли пойти ЕД, и в некоторой степени обессмыслить этот ход. Ну, то есть, конь-то Е4, да, ладья Ц1 стоит не идеально. Да, последовало А5, и белые сразу донесли удар. Ну, не знаю, сколько удар на самом деле сильный, он же 4, в принципе, у черных есть контр-ыград. Да, 2-0, слон Е7, ладья Ф3. Ну, вот это вот самый интересный фрагмент партии, слон Д6. Анар явно долго это все считал, судя по расходу времени, и как раз предвидел ход слон Д6. Вроде бы белые побеждают. И вот здесь вот был такой вот неожиданный ресурс. Действительно красиво, кстати. Подожди, я ничего не понимаю, а в чем ресурс? Ресурс там в 6-4 приходит. И что, там мат что ли? А, вилка? Нет, подожди, там что ли? Ну, подогу. А, там вечный шаг. Потому что, если белый возьмет материала не хватает, а так вечный шаг. Да, это можно только увидеть. Ну, на самом деле, Александр, как раз, этого не увидел. Сидел фердбэр 6, белые получили громадный перерез. Ну, это красивое дело. там по черному полу. Подожди, а вообще хода нету, а что на слон G4? На слон G4 это хороший вопрос, но который я почему-то... стоп, что по материалу сейчас? По материалу пока ничего нету, белый, да? Поровну, да. Ну, взяли ладью тогда. Ротов 1. Да, ну тогда не страшно, то есть можно как-то пойти, фердбэр 6. Может быть, наверное, фердбэр 8 лучше. Фердбэр 6, и белые без пешки. Да, белые без пешки, и вряд ли, из какого-то серьезного атака, и здесь корольный F1 еще мешает. Ну, в общем, да, владель F2. Слон C5, Ну, то есть фердбэр 8, может быть, ну, да, все-таки, ладно. Где слон C5? Ну, вот в конце, после слона G6, король H8, там слон, какой-то C5. Да, но здесь белый, конечно, отыграли материал, но я подозреваю, что... Просто можно и фердбэр 6 пойти, еще и не отдавать, наверное. Не, здесь вообще слона съедят. Ну, даже дело не в этом. Дело в том, что, ну, сейчас черные начнут атаковать, а не белые. Король-то наш 8 спрятался, а вот белый король куда спрячется? То есть он тоже может спрятаться, но надо потратить два темпа. В общем, так или иначе, владель F2 делала ничью, причем в таком хорошем стиле. Причем, она говорит, что он видео творит по прямой партии, ну, добровольно на него шел, действительно, была бы красивая концовка. Но последовала F6, вместо владель F2. Сколько у нас оказывается тактика в том, да, феникс. Не, а нарвоты в первом туре против меня несколько тактических уколов нанес, но в итоге сам же на одном из них подорвался. Вот такое вот острого стиля всегда есть недостатки. там же невозможно ресурсов столько видеть. Всегда в каждой позиции видеть все, да, тяжело. Тебя зовут не Гайя Кинович. Да и даже если зовут именно так, то не всегда это поможет. Ну, а здесь вроде бы учебный поматировал это не так плохо. Пешка за качество, но позиция просто ужасающая. И, Слон, Слон, не выходит. Да, казалось бы, белые должны были легко довести партию до победы. В принципе, так и происходило, но вот тут вот чуть дальше произошел несчастный случай. Сейчас что-то зернул. Так, ну, конечно, произошел не здесь, а вот здесь. Обратите внимание, что ладья под боем. Еще мы могли ее взять. Или взять и отдать мат. Подожди, а как они, они побили на Б7 что ли? Да, побили на Б7 с идеей на А6 напасть. Такой вот размер. Солнце 4. Напали везде сразу. Здесь уже срочно ладья и фадилин надо было уходить. Ну, можно было теперь можно было этого лепусти. Мне вообще ничего не отдать. Но можно было отдать. Все равно белых выигран. Хотя может быть. Ну, наверное, наверное, выиграла. Все-таки такая ужасная структура. Ну, вот, проще не отдать. Проще не отдать и выиграть по всем правилам. ну то есть, он, видимо, забыл про эту ладью вообще на Д8. Да, на самом деле, оба соперника забыли, но теперь белых вспомнили. Белых простители, у них 6 секунд, а вот почему черный не сел. Черный видел, потратили все, скажем так, счетные и, ну, вообще, шахматные ресурсы на нахождение там возможностей на более ранней стадии партии. Ну, а здесь белый, несмотря на малое количество времени, дали мат. И мы, собственно говоря, приступаем к финишу. Восьмой тур. Положение после седьмого вы видите на своих экранах. нам осталось всего лишь три партии. И в восьмом туре как раз-таки с интересными шахматными фрагментами все было очень и очень туго, поэтому мне пришлось обратиться к партии Вовы Михайловского. Он всегда выручил. Да, Вова всегда выручил. Кстати, действительно, Вова выручил. Партия, по-моему, очень неплохая с позиционной точки зрения. Я ее в довольно медленном темпе покажу, практически без комментариев, потому что, во-первых, Вова практически... Вова, по-моему, не ошибался, в принципе, за всю партию, причем даже, ну, не то, что Зевкова просто ошибок не совершал, но играл очень качественно. Получилась вот такая вот рэдиподобная структура. Ну, у Белых не должно быть какого-то серьезного перевеса, но какие-то небольшие притязания связаны с тем, что слон на f5 расположен неудачно. Теперь вот Вова сдвоился по длинной диагонали, и вот фигура черных состоялся слегка негармонично. То есть, у Белых есть небольшой перевес, и вот тут Вова начал давить по всем фронтам. Обратите внимание, такой вот Евгений предпринял маневр коня А4 и ферз Б3 и Б5, когда он, чтобы с Ц5 конь здесь остался навсегда. То есть, в принципе, конь стоит хорошо, его никто никогда не съест, и даже поменять его нелегко, но у Белых на королевском фланге лишняя фигура в будущем. И обратите внимание, как Вова в лучших традициях Капабланки здесь используют это обстоятельство. То есть, конь остается на ферзе фланге навсегда, и Белые начинают готовить игру на королевском. Е4, Е5, Ж4, поняв, 4, взяли-взяли, и сейчас Белые начнут убирать все свои фигуры и готовить Ж5. Подожди, они тоже без фигуры на королевском фланге, там же слон на один. Да, но, во-первых, слон может выйти теоретически, наверное, или не может, не может выйти. Зачем же на Вову сыграл? Я только хвалил Вову, почему не пошел сон Д4, действительно. Там на Ж4 под боем, может быть, до этого можно было? Нет, на Ж4 под боем это, наверное, не страшно. Нет, конечно, не страшно, но я имею в виду, можно было еще лучше сыграть. Вот здесь на Ж6. Да, можно было по слону Д4 пойти. Действительно, видимо, я перехвалил Вову. Недостаточно подробно смотрел партию. Да, это... Потому что очень странно выглядит ход Д4, там, наверное, тоже перевес, конечно, но... Да, действительно, слон на Д4 тебе может подключиться, но никаких недостатков у белых по сравнению с ходом Д4 нет. кстати, там на Ф4 не висит, потому что у НЖ6, да? Ну да. Да, слон на Д4 мы видим подсильнее. Что там будет? Побил на Ж4. Ну вот там, да, здесь возьмем и будем вот это... А, ну тогда эту позицию можно было и ставить. Да. Ну понятно. То есть, пешку жадный и грубо не захотел. Ну да, Вова решил вот такую вот связку использовать, не отдавать пешку, но... слон теперь остался. Всего у белых, конечно... Слон такой же, как и кони. Да, но... У черных еще ладья на А6. И вообще все стоит... Заходить, что ли? Да, понимаете, сейчас слон Д3, ладья Ж1 и ЖФ. А черные испытывают... Хорошо, Ферси в 7, же 6. Неужели я никак не могу удержать эту сумму? Я не знаю, ЖФ надо играть, наверное... Трудный вопрос. Наверное, надо все-таки. Ну да, Съем. Так? Так, да. 6. Так. А что, ты кидаешь уже туда в один? Заносишь? Нет пока, ну, взваиваться в двух. Так. Ну, пора подумать. Да, вообще-то у черных есть шанс отстояться, отстояться, да? Ну, у меня ладья же 6 немножко смущает, да, но пока ладья сюда, да, ладья сдваивается, так-то. так, и вот так. Ой, а если Е6 поставлю, то совсем в порядок идем? Да, На Аш4, Аш5 пойду. Важно на то. 8 поставлю. Да, на Аш4 вообще не стоит играть. Да, туда у черных определенные шансы тут есть отстояться. Может быть, не играть GF, не давать поле Е6? Нет, подожди, а ход назад можно еще? Ну, вот это позиция? Нет, это еще ход назад. Так? Да, королям-то зачем ходить? Почему нельзя сразу слонов ходить? Ну, ну, а что в принципе меняется? Да, ничего не нравится. Не, ну, так еще, когда все мне ход не нравится, вообще-то. Вряд ли он сильно полезен. Тут Евгений решил отдать качество на F5. Ну, я не знаю, видимо, устали оба шахматиста. Вообще, по при более внимательном рассмотрении партии нам не кажется такой шедевральный. Но, все равно, интересная идея, то есть, конь на А4 обрезан, и как бы черный играет без него. Ну, уже черный сделали, интересно. Ну, черный, да, интересную идею это сделали, но свою позицию испортим в итоге. Я имею в виду интересную плану, когда белые получили перес, потому что черные коня на А4 привели, и еще и Б5. Да, ну, вот, со своими руками, не белые как-то заставят, когда это все проделать, операцию? Что, вот слон на один своими руками остался? Да, слон, та же самая позиция, представьте, слон стоит на Д4, то есть, так, конь на А4 родлив, и слон на А1 родлив, а так родлив был бы только конь на А4, причем, ну, слон на Д4 его держат всегда и везде, то есть, конь остается, даже любой эндшпиль, наверное, выиграть. Вообще, так или иначе, вову, здесь в любом случае большой перерез, и белые довели такие, эту партию до победы, хотя они без приключения. Ну а что делать? Сейчас все пешки будут съедать. Делать нечего, да. Ну, шаг, ну тут дали шаг, пешки пошли вперед, все, все сразу пешки пошли, ну да, и дальше, конечно, смотреть нечего. Это нашим зрителям, наверное, не так интересно. Да, и остается у нас девятый тур, в нем было сыграно две партии, первая из них это партия Сергея Спиридонова против Сергея Бугаевского, два актерские играли, после восьмого тура ситуация была такова. Как мы видим, во-первых, шла борьба за все призовые места, во-вторых, конкретно, у меня лично шла борьба за норму. Ну а как именно она шла, я не покажу, потому что это чем-то напоминало ухудшенный вариант последней партии Вовы, которую мы смотрели. Ну а Сергей Бугаевский играл в черном против Сергея Спиридона, водитель у нас был сыгранный вариант просто дыма, причем мне кажется, что ход слон же 4 не оптимальный, что, во-первых, после ашты тебе приходится менять слона, и в чем тогда вся радость черных порча собственной структуры непонятна. Во-вторых, есть еще ход конь d2, с идеей на слон же 7. Опять же, ну слона уводить обидно, а если взять, то теперь вообще конь на f3 выходит, вообще идеально в ситуации. После этого а2 нода, и вот нода в некоторой степени оправдывает переход на g4, потому что черный e5 успевает поставить. В принципе, это выгодно для них изменения структуры, потому что. А не на g4. Но все равно, мне кажется, что у белого должно быть получше в этой позиции. Это уже кажется, что равенство. Да, к тому же, вот у Сергея Бугаевского была хитроумная идея хироваться в другую сторону. Видите, как она, то есть черный наращивает давление на корреско, мы... Теперь уже, однозначно. Как это получилось, что белый где плохо играли? Ну, белый, наверное, странный ход. Ну, здесь на h3 пойти вместо b3, слона разбить в другое место. Ну, какой смысл играть b3, а потом развивать слона не на b2, а на g5. Понятное дело, что если белый много темпов теряет в дебюте, то у них не может быть перевесом. Ну, маневр конь d7, конь f8, конь e6 хорош. Конь f4 идет, приходится оставляться. Ну, не знаю, насколько белый объективно плохо, но играть достаточно страшно против такой активности. То есть уже подграживает конь f4, но так, пока умеренно, потому что на конь f4 есть ход как даже 2. Ну, нет ощущения, Сергей Спиридонов здесь предпочитал дергать тигра за усы. Конь f4 висела всегда и везде. b4, белый является развитие инициативы на ферзе фланге, ферзе д7. Поставили ловушку. слушай, типовой 9-й тур, когда уже люди играют ну, такие, такие шапки. Ну, восьмой, очень, очень коварно смотрите, ферзе д7 дергать. Очень короткий ход с очень серьезными измерениями. Ну, король h2. Ну, да, вообще, может, вообще у черных не лучше. Как-то, атака это застопорилась, а вот белый начинает скрывать. Ну, конечно, они с ферзем лишних ходов сделали. Ну, зато, за то, что ферзе д7 пришел и произошло страшно. Черные дали мат. Ну, на gf стадает gf и теряется ферзь. Ну, в противном случае, если король уходит, стадает ферзь, бьет h3 и белые получают мат на g2. Ну, что мы просили, как говорится, то я показал. В любом случае, нарушка довольно-занимательная. Ну, и напоследок остается ваша партия по заявке Виктора Шапира. Это меня ждал сюрприз, что моя партия девятого тура попадет в обзор. Это когда я шел на третьем месте, в итоге стал пятый, да? Да, ну, тут довольно занимательный был дебют. Снова вот этот вот редкий вариант защиталюки, на входном конь 3. что он побьет на c3, пойдут dc и каким-то образом мы перейдем в русскую партию, которую мы уже видели. Ну, вообще-то, объективно сильнейший из черных, я подозреваю, что действительно на конь c3, dc, d5. Ну, да, и брать пешку c. Ну, взял он на d6. Ну, да, еда цена. Ну, я думаю, что врату Белару здесь может быть перевес. Ну, да, разница. Ну, тем не менее, конь b6 Виктор сыграл, и, поскольку я помню, я против вас тоже конь b6 играл, это более какой-то алёхинский ход, но вот здесь у Белару есть шансы на перевес. Объективно. С другой стороны, ничего серьезного не происходит. или слон g7, ферзу 2, h6. Ну, мне кажется, сыграя Белару здесь что-нибудь вроде a4, или слон e2 у Белару должно быть получше. Ну, да, меня вот куда-то понесло, видимо, 9-й турф начинает базоваться. Белару пошли в атаку, слон g4, конь h2. То есть, действительно, в принципе, этот захват пространства, наверное, полезен, но конь h2 и пешка на g4 все-таки не производят впечатление. Здесь h5 не нравится. Может быть, нет, ну, g4 допустим, хотя тоже может. Ну, конь h2 странно выглядит. Слон g2 может пока. Ну, да, конь h4 сюда приходит. Ой, какой кошмар. Нет, это все плохо просто, Да, ну, в общем, я считаю, что надо было пойти a4, и черным еще здесь серьезно придется доказывать. Не, h4 можно пойти? Можно, наверное, просто как-то более, ну, тут, например, a4 пойти. Да, зачем h4 уравняли? Ну, не знаю, может быть, где-то h5. Ну, в общем, не гадь, а h4, и тогда будет перерез. После h4, видимо, черные уравняли, а после вот этого вот, после этого манёра, видимо, должны перехватывать. Ну, собственно, так и произошло. d6, у них 5, e6. А что, я вообще не понимал, что делать. Я вот свою партию смотришь, и не можешь объяснить вообще ходу. У меня, видимо, какой-то, смотри, оператив был, могу объяснить. слон f5, то ли у меня, слушатели, может, не поверят, то ли глюк какой, что пешки e нету, что он бьёт, и я коня на g400. Вот это я посчитал. И всё. Если черные возьмут, то позиция будет не такая плохая. Хотя, наверное, всё равно плохая, если честно. Ну, иначе вообще, я понимаю, что плохая. Хотя бы fd3, какие-то. Ну, хонь b4. А, ну да. Ну, видимо, всё очень плохо всё. Е6 тоже логично. не надо. А зачем слон f5 вообще было ходить? Давай посмотрим нормальные ходы какие-то. Неужели что-то плохо? Нет, вряд ли, v2 сильно плохо. Ну, я же как-то могу там f3, потом конь f1, конь g3 как-то перекрутиться. Пока висит пешка. Пока? она же не висит. А, ну да, она висит, слон d4. Слон d4 висит, да? Да. Зачем же тогда слон на d3? Какой ужас вообще. Ну, давай хотя бы слон e4, что ли? Ну, d5. Нет, надо так играть, надо. Дождик. Давай ещё назад. Давай ещё назад. Нет, тут да, тут понятно, надо f3, d3 на да пойти. Да, вот тут нормально ещё позиция. Ну, без слона. Наставь 4 пойти, кстати. Вместо вот здесь, там. тоже выглядит странно, но хотя бы что. Нет, вообще-то выглядит нормально. Ну, с другой стороны, gf, gf, c6, как-то так. Ну, да, я мне из-за этого показал, что странно. Мышка уже не слушается. В общем, у чёрных здесь, видимо, ну, не хуже, не хуже, по крайней мере. Какие-то пзики считать, конь f3, сон g4, ладья g1, ну, ладно. Не, с другой стороны, позиция какая-то рваная, и у белых, наверное, вряд ли, боролись за, ну, не знаю, за чуть-чуть лучшую позицию, да, может быть. Да, здесь белые отдали 4 темпа, видимо, минимум, и конь на c4 пришёл. Тут просто плохо стало. Ну, да, и конь d4, наверное, выигрывает, ферз b6 тоже выигрывает. Вот здесь был довольно, ну, симпатичный удар, несложный, правда, надо было играть конь d3, fe и конь d4. Здесь, я думаю, даже вся ваша изворотливая защита не помогла бы, потому что на конь d5, ферз b4. Вот здесь совершенно, проигранно, но вот тут чёрные стали тоже помогать белым, последовало слон d4, слон d4, ферз b4. И конь едва зевнул. Видимо, да, видимо, виктор с конь едва зевнул. И оказывается, что конь поигрывает. Я ещё не удивляюсь, что нашлось конь d4. Я уже думал, что неужели как-то всё стало налаживаться. Не, в самом деле, это выигранно у белого, просто на ферз b5 надо было конь d3 пойти. Да? Да. Ну, я потому что не видел конь d4 вообще. Я так обрадовался, что вместо безнадёжной я получил позицию хорошую, ну, как мне показалось, если я фигуру потаю, что промежуточные ходы я просто не посмотрел. Ну, конечно, это сложно поиграть. Ну, объективно, да, ну, в общем, большой перерез, белых, потому что остались у чёрных плохие фигуры, да, потому что, как бы, сонцы 8, ладья 8, ладья 8, они не играют. Помимо того, что у белых лишние фигуры. Да, у чёрных ещё, если у них ещё было бы 3 пешки, я бы что-то понял, но у чёрных всего 2 пешки, то есть и с материалом плохо, и с позицией, в принципе, плохо. я даже рэкеровку могу сделать. Да, кто мог подумать вообще после 15 ходов, что белые могут рэкеровку сделать теоретически в этой парке. Ну да, то есть, у них ты не последовала, последовала БЦ, и здесь полупрегон, я не знаю, я говорю, это психологический момент такой, когда позиция плохая, ты это понимаешь, да, и вдруг наступает переворот определённый, позиция объективная становится очень хорошей, ты можешь допустить зевок. Причём я видел, или я видел конь Д4, не видел конь С2, что ли, я не помню уже. Но я как-то схватил очень быстро. Сколько, кстати, я потратил времени? 4,5. Ну, мало. Ну да. Мало, конечно. Учитывая, что позиция становится очень хороше, надо, ну, то есть, тем более время есть в Минуту небольшой. Ну, мне более правдоподобно убедиться то объяснение, что просто это был девятый тур, и мало кто что видел, в принципе. Ну да, мы скоро убедимся в этом ещё лучше, ближе к коньцу класса. Да, здесь у человека теперь появляется некоторая игра, то есть у них неоткроенно плохо, наверное, позиция неясная, я вской, ой, вообще не вской. Мне понравилось, как Виктор в комментариях оценил, что у него здесь перевес. Ну, я очень удивился, потому что мне казалось, что, ну, не то, что белые борются за перевес, но у них точно не хуже. Видимо, это дело вкуса, я бы белых взял всё-таки в эту позицию после ферции 3. Мне кажется, что, по материалу того черного всё неплохо, но фигуры по-прежнему расположены неудачно. Я тоже так оценивал, что чуть лучше может быть у белых, но может быть всё равно, но как бы, я был доволен всё равно, учитывая опять же предысторию партии, но когда тут чёрные уверенно ответили, что он перевес, мне пришлось вступить в диалог. Ну, понятно. Вот здесь был более, значит, защитный, более сильный ход был, ладья Б1, швс, на слон Д7 ладья Б7 было. Я так подозреваю, что... Мне что-то не нравилось, подожди, а что же мне не нравилось? Я не знаю, что не нравилось. Ладно, проехали. Ну, в общем, я думаю, что в этой позиции в белых действительно был бы перевес, без всяких оговорок и вкусовщина, то есть, три фигуры очень сильные, точнее, две уже сильные, а кони на h2 будет на e3 сильный. Да, а потом c4, d6, и у него явно есть перспектива. Ну, черный, наверное, пришел бы здесь обороняться. Объективно, не думаю, что так плохо, но на победу появится белая. А после а4, слон Д7... С уже полос, с технической точки зрения. Я же на ладья Б8, например, конь Д4 могу пойти, с этой конь С6 будет. Ну да. Ну, где-то, что после а4, слон Д7 оказалось, что еще эта пешка довольно неудачно попала под бой. То есть, а после а5 черные защитили свою слабость. И поэтому успели развиться. Да. В панте 4, вот, а здесь уже черного, конечно, бороться за победу. Ну, потому что все равно, конечно, конь, белый конь выходит с аждама, на f1, на e3. Спаситься не такая плохая, но, в сравнении с тем, что могло бы быть, у черного здесь явные достижения есть. Здесь чуть лучше у черных, но перевеса никакого еще нету, мне кажется. Ну, мне категорически, конечно, не нравятся эти все ходы, конь в 5. Ну, конь в 5 слабый ход. Здесь нужно, наверное, как-то, может быть, даже, не знаю, съесть, там нельзя съесть. Слон d5. Слон d5 может. Ну, может быть, как-то слон где-то. Да, слон d5, мне кажется, хороший ход. Слон d5 все равно, наверное. Может быть, ну да, ну вот, похуже, да, но мне кажется, черным не просто играть на победу. У них пешки а и с не идут, то есть я как-то блокирую. Можно пойти просто так и попросить черного высказаться. То есть, какой у них план? Да, да, вот понятно, что он как-то будет f6, но... f6? Да, можно, дальше никто не идет. Что, если пешка e5, то поля слабый, но пешка, ну, f подбор. Я бы даже, скорее, оценил, как равный, чем, что есть переезд. Ну, ладно, это не так важно. Учитывая лаконь в 5, король f6, ну, оказалось, что на коне h6 следует король g7. Ну, да, что-то я тут назевал. Я, правда, с легкой руки компьютера начал смотреть в эту позицию, может, она не совсем безнадежна. Ну, я, на самом деле, тоже как-то это смотрел, потом подумал, что, не знаю, ну, ты увидишь сейчас, что я... Да, ну, поставила конь d6, у тебя d6, и, ну, так, что все то же самое, только у пелок на одну фигуру меньше. Да, уж лучше коня h6, коня f7. Там, по цепной пешкой аж есть. Да, и, ну, две пешки съели по пути. Ну, а здесь, конечно, без никаких шансов, и, в принципе, черные, довольно уверенно довели партию до победы. Сейчас я покажу финальную таблицу. Собственно говоря, все желающие могут ознакомиться. Уже практически неделю назад точно такая таблица выкладывала в зигруппу, так что наверняка многие из мастеров... Уже больше. Нет, вряд ли. Это в среду турнир был. Да, сегодня тоже среда. Да, у нас только что наступила среда. Пошла ровная неделя, сегодня очередной этап. Проанонсирую его, приходите все желающие. Единственное требование, которое необходимо соблюсти, это официальный никнейм с именем и фамилией. Как вы можете видеть... Это не пользоваться компьютерными подсказками. Да, мне кажется, это требование понятно по умолчанию. Наши турниры, как мне кажется, достаточно интересные. И, в принципе, шахматисты любого уровня здесь найдут себе соперников, подходящих по классу. Всем спасибо за внимание. Для вас трудились Владислав Чижиков, Никита Петров. Надеюсь, что вам понравился обзор. В этот раз он получился экстремально длинным. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого формата. Да, всем пока. Всем спасибо за внимание. Пока.